КОРОТКИЕ НАРДЫ Известно все, кто одержал победу, кто проиграл в студии Григорий Твалтвадзе и по галстуку, наверное, по которому вы определили страсть моего со-комментатора, лучшего специалиста по конному спорту в нашей стране Константин Пучков рядом со мной. Константин, вы комментировали в прошлый четверг матчи. Как вам вообще начало второго сезона? Ну, замечательно. Во-первых, я хочу немножко свою специализацию сузить. Не главный специалист по конному спорту, скажем так, а все-таки эксперт по рысакам. По рысакам, да, да. Дальше будет проще. Что касается предыдущего раза, конечно, сегодняшний тур вызывает у меня гораздо больше эмоций, потому что в прошлый раз я был в рубашке и без галстука, а сейчас я в пиджаке. Наконец-то, впервые. Да, да. Впервые в истории. Я чувствую, что я начинаю новую жизнь. Ну, это прекрасно. Это замечательно. Ну, давайте посмотрим расписание. В 21.45 стартует матч между Юрием Акоповым и Русланом Мелешко. Руслан Мелешко еще не принимал участие в нашем турнире. О нем сейчас расскажем. И в 23.00 Эмма Афсипян и Сергей Ерохин. Эмма Афсипян наделала шуму в первом туре, одержав победу, хорошую, красивую победу не над кем-нибудь, над самим Леонидом Рискиным. Ну, и давайте к первой игре. Юрий Акопов. Сегодня он настроен по-боевому. По одной простой причине. Вот он на ваших экранах. Финалист прошлогоднего турнира. Неудачно он провел свой стартовый матч, который вы, кстати, комментировали. Да, проиграл. Да, проиграл. И сегодня настроен очень решительно. Ну, а вот это вот Руслан Мелешко. Руслан Мелешко представляет Беларусь. Он пропустил матч первого тура. Поэтому вот он сегодня будет, что называется, наверстывать упущенное. Специалист в области управления. Университет управления закончил. Любит футбол, хоккей. А кто его не любит, но он в хоккей еще и играет. Вот. Поэтому это очень интересно. Ну и, значит, вот сейчас будет как раз, сначала будет сейчас профайл Юрия Гранча Акопова. Хотя зачем он нам нужен? Мы о нем знаем фактически все. И тем не менее, давайте вспомним. Да, прикладная математика МАИ, кандидат физико-математических наук и президент Федерации Нард Москвы. Боже мой, как подумаю, с кем я рядом комментирую иногда, становится страшно. Чемпион России 20-го и 22-го годов. Призер международных турниров. Ну, в общем, все это вы видели. Игрок статусный, игрок... Так. Игрок статусный, игрок, естественно... Опытный. Очень опытный, да. И, как говорит мой коллега Константин Пучков, олдскульный. Вот. Что, опять не то я сказал? Не-не-не-не. Кажется, кто-то заметил, что мне не нравится эта терминология. Зачем каждый раз вспоминать какие-то делительные возраста игроков? Мы все еще рысаки пока еще. Не, ну, мы все рысаки от специалиста по рысакам. Да. Услышать, да. Ну, короче, вот МАИ меня сейчас тоже интересует немножко, потому что вот у меня дочка в этом году заканчивает школу и хочет пойти в МАИ. Значит, вот поэтому... А в Институт управления Минский не хочет пойти, где Мелешка? Нет. Вот она хочет свою жизнь связать с космонавтикой, а вот это, значит, видимо, МАИ прямая дорога. Что вы скажете по поводу игры Руслана Мелешка? Ничего не знаю сегодня, как раз узнаю. Вот единственное, что он выяснил из его профайла, да, что он любит играть в хоккей. Интересно, у меня есть один знакомый из Липецка, который, значит, рассказывал, что он играл даже в ночной лиге. Да. И даже встречался с командой, в которой Путин играл. Вот. Интересно, в той же лиге Руслан играет? Нет, это белорусская. Это белорусская. Понятно. Там другой президент играет. Понятно. Ну, посмотрим, как он со скользкого льда перейдет, в общем, на скользкую дорогу Нарта. Ну что, давайте переходить непосредственно к игре, к матчу. Посмотрим. А там есть матч, я ни одну партию не помню. Так, ну все, свет загорелся, поприветствовали друг друга. Вот Руслан Мелешков в желтом. Так, Юра только что пожаловался на плохую память. Ну, по-моему, это были блеф. Это да, да. По покерному, да. Знаете, как Елена Вяльбе, как-то совсем недавно мы с ней встречались, она сказала, ну, по поводу примет, говорит, вот если, говорит, Егорова Люба начинала ходить, значит, перед стартом и конючить, что, ой, так плохо себя чувствую, ой, что-то беда, ой, здесь колет, здесь болит, и лыжи не катят. Это значит, минуты полторы привезет всем. Поэтому, когда Акопов начинает жаловаться... Особенно на память, да? Да, 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 да. Ну что, началась игра, 4-1. Ну, по-прежнему скажу, что я буду стараться комментировать, не заглядывая в решение компьютера. Поэтому... Спасибо вам за это. Да, буду чаще обращаться к мнению Григория. Я сегодня готов, как никогда. Я буду сегодня рвать воображение просто. Да, ну вот уже, наверное, все знают, кто где, кто каким цветом играет. И поэтому дебют пока более-менее равный. Но вот после того, как желтые взяли седьмой пункт, у них есть небольшое преимущество. Ну да, естественно. Ну, 4-1, ну что, расплетовать в чужой зоне и... А, вот так вот. Вот так вот. Ну а что тогда дальше не пробивать? Да, видимо, да, надо пробить дальше, потому что другой единицы полезной нету. 24-23 шашка все равно упрется в восьмой пункт. Да. Ну да. После небольших размышлений. Ну я правильно же сейчас сказал, да? Ну как сразу вспоминается из какого-то фильма, чем больше зададим, тем лучше. Кажется, джентльменов удачи, да? Да, да, да. Мы сегодня их вспоминали. Так, 4, двоечку. Ну где бы вы, Григорий? Ну с 12-го надо спускать на 14-е, наверное. Да, наверное. Но я бы еще вот эту шашку из 24-го поля вывел, поскольку еще одна шашка сбита, то она же упирается и никуда не выскакивает. Да, вот это, что я бы надавил на голую шашку. И в случае, если нас собьют, можно взять анкор сразу. Юра предпочел ваш почему-то ход рассматривать. Ну извините, наверное, я все-таки больше специалист по нардам, чем по высакам. Все, уже 1-0 в вашу пользу. Один шашка сбита, но и вторая тоже сбита. Ну тут очевидно надо бить две шашки. Ну что, вполне достойный ответ Руслана Мелешко. Борьба обострилась. Сейчас подошел небольшой ликбез. Вот у нас, поскольку Мелешко и Руслан играют первый раз, то первый раз он узнал, что шашки не надо переворачивать обороткой, потому что зеленые шашки... Отсвечивают просто. Отсвечивают. Блестят, да. Ну и вот, теперь уже окончательный дебют сложился в пользу Руслана. Юрию надо срочно взять анкор, что он сейчас и сделает, безусловно. Да, четвертый пункт надо закрыть. В чужом доме, да. И поскольку сейчас уже анкор взят, уже другой четверки полезной не видно, поэтому подставили шашку. Ну тут достаточно опасно под шестеркой стоит. Да. Ну, бьется шашка, очевидно. Да, вот под шестеркой, что я имел в виду. Ну и пять, да, на одиннадцатое поле увел. Независимо от того, что кинет Юрий, скорее всего это удвоение. А вот это хорошо. Да, ну как, где три двоечки еще? По-моему, это... А по-моему, на четвертое поле и спускать на тринадцатое. Ой, на четырнадцатое. Ну что тут думать-то? Четырнадцатое поле нет. У нас есть... Ну я не с той стороны считаю. Двенадцатый поле. Вот, раз и три на четвертое. А четвертое? В чужом, в чужом доме. Вот там. А, там. Я бы девятое поле, наверное, брал. Как бы это, мне кажется, логично. Так, вот последняя четверка. Значит, Григорий предлагает пройти шашкой 23-21. А я предлагаю вот этот. Так, еще, еще. Вот этот ход. Еще один ход. Нет, все. Вот теперь... Нет. Ну, одно зарядился же. Одну и сделал два. Далл три, все правильно. А, три. А, ну да, 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 правильно. Все правильно. Юра выбрал мой ход. Один-один. Думаю, что они были очень близкие. Почему не объявляет, не объявляет Руслан? Непонятно. Я бы кубик объявил уже. Все-таки какой-то преимуществ есть. Ну, может быть, осторожничает в какой-то степени. Все-таки дебютный матч. Хочется не навредить. Хочется сыграть настолько аккуратно, насколько возможно. Ну, наверное, да. Все-таки первый матч. И, чтобы мы не говорили, волнение все равно присутствует. Конечно. Интересно. Для Юры проиграть второй матч тоже будет, на самом деле, не лучшее развитие события. Ну, с учетом его амбиций и такой, я бы сказал, оголенности нервов, да, в некоторых вопросах. Это точно. Это абсолютно точно. Видите, сейчас тоже не очень похожая на Акопова ситуация. Он так... 5-1, да. Ну, шашку надо подставлять, очевидно. Я думаю, он, да. Ну, две поставили. Подложил ее в... Я бы клал в пятое поле. Это более традиционно, чем шашку в седьмое поле. Ну, Руслану уже давно пора решаться было на дабл. Я бы... Он считает сейчас. Да, да. Не знаю. Может быть, слишком агрессивно, возможно. Но я бы объявил. Руслан опять пропускает этот дабл. Берем третий пункт. Да, очевидно, тут ничего другого. А я, Константин Анатольевич, хотел бы передать привет нашим преданным болельщикам в Ставрополе. Так. Да. Андрею Вивлеву, Александру Зацепину, которые вот второй чемпионат смотрят не отрываясь. Более того, как они мне сообщили, изучают терминологию. Купили уже вот эти вот боксы специальные для Зариков. То есть, игра пошла в массы. А, понятно. Вот таким вот образом. И говорит, мы всем звоним, всем говорим. Так, смотреть сегодня обязательно и прочее, прочее. Ребят, спасибо вам большое. Вы волен с неволен, сделаете большое дело. Так что... Может быть, ребята готовятся к третьему сезону? Может быть, может быть, да. Под нотареют. Что же, будем расширять нашу географию тогда. А что же нет-то? Теперь Минск есть, Казань есть. Да. Будем... Сочи было? Да, Ставрополь подключать. А когда Сочи у нас был? Челябинск у нас еще. А, Челябинск, да. Конечно. Так что... Все хорошо. Ну вот Юрий пытается оттеснить эту шашку. Сохраняя два анкора в чужом доме. Вот. Ей ему это удается, на самом деле. Потому что если он сейчас построит прайм. Он построит прайм из пяти шашек. Наверное, все-таки это поле придется взять. Ну и на выход, да. На выход. Правда... Сейчас, конечно, очень опасно. А, вот так вот. Ну, рассматривать все варианты. Конечно, если проатакует... Проатакует Руслан, то будет неприятно. Но берем пока четвертый пункт. Даже почему-то не рассматривает. Почему? Почему? Куда? 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 Почему? По-моему, тут очевидно надо брать четвертый пункт. Четвертый пункт. Опа. Ну вот это вообще неожиданно. Это неожиданно. Это очень странный ход, прямо скажем. Это странный ход. Надо было брать... Ну и сейчас вполне допускаю, что получит по голове. Ну, понятно, что Юра будет бить в этой ситуации. Надо эту шашку оттеснять. Ну, так надо было, наверное, бить. И не пробил. А, он шестеркой. А, шестеркой. Ну, странно, что он не пробил. Да, шесть-пять-то, не знаю, я бы бил именно так. А вот сейчас он закрывает четвертый пункт. Сейчас вот борьба прайма. Сейчас борьба выровнялась. И кто первый сломает свой прайм? Это не очень удачно. Придется восьмой пункт разгружать. Сейчас желательно было бросать поменьше. А сейчас уже Юре можно задуматься, на самом деле. А опять... Я бы опять обеял. Не знаю, почему. Любая шестерка... Ну, хорошо, выскочил. Любая шестерка дает просто сразу большие шансы на победу. Да, вот сейчас посмотрел. А, пустыриори я иногда буду смотреть компьютер. И увидел, да, действительно, Юра пропустил куб. Он красный. Это грубая ошибка. Там уже было... У него был прайм взят из шести пунктов. Изменяйте себе, Константин. Изменяйте. Нет, я сказал, что не буду смотреть до того, чтобы не... До того как или до того как после? До того. Потом хея-хея. Ну, короче... Хея-хея до того. У Юры был взят прайм из шести. И любая шестерка давала сразу огромные преимущества. А еще был запас там по ходам. Поэтому там был очевидный кубик. А помните, как там заканчивалась эта фраза у Карцева и Ильченко? Нет. Хея-хея до того. Айсинг. Айсинг? Да. То есть проброс. Айсинг. Это, наверное, Ильченко-реплика. Мне так кажется. Ну, вполне допускаю. Так, поскольку более что однокровно. Вот Юра получил очко. В общем, мог его раньше получить. Вернее, до того как он выскочил шестеркой, он мог объявить кубик. И там можно было уже поиграть на Марс. Ну вот, о чем мы говорили в прошлой передаче. Зеленый у нас в подавляющей большинстве матчей начинает вести. Обычно 2-0. В данной ситуации полшага сделано в этом направлении. Мое любимое начало. 2-1. Не поведи Господь. 2-1. И вот сейчас Юра нам обещал показать страшный дебют. Нет, 6-1 тут очевидно. 6-1 не хуже. Он хотел показать там, какой он будет на 2-1 ходить. 6-2 и 6-4. Тут очевидные ходы. Да, взяли пятый пункт. Другой пятерки нету. Так, 4-1. 4-1. Ну, а что думать дальше? Ну, я бы 6-5 пойти. Я бы 6-5 пошел, потому что... Ну, нет, мне не нравится. 6-5 как-то надо как-то сплетануть. Был шашки. Надо было вот эти шашки, которые 5 находятся, пытаться их раздвинуть. Одинное поле закрываем сразу. 1-1. Ну, где еще 2 единицы, Григорь? Ну, вот она. Одна и вторая. Ну, опять мне не нравится. Я бы клал шашку не 23-е поле, а 24-е. Надо надавливать на голую шашку. А потому что шашка с 23-го поля никуда не выходит. Поэтому надо... Ну, да, я понял. Я понял. Так, чтобы под шестерку, да? Да. Потому что сейчас зеленые могут делать, что хотят. Вот, например, они выскочили. Ну, далеко ли они выскочили? Сейчас посмотрим. Ну, почему-то Юра вышел с самой дальней шашкой. Я бы, наверное, выходил с шашкой... Ну, вот 5-1. ...шашкой, которая в 23-м поле находится. Потому что эта шашка в 23-м поле будет находиться под большим количеством боев, чем шашка в 24-м поле. Так, теперь 2-2. Что делать? Юра задумался. На самом деле очевидный ход был. Устроили прайм из шести, но с одной дыркой. Пока ни у кого нет никакого психологического преимущества. Потому что, если бы Юра было психологическое преимущество, он предыдущей партии уже бы кубик обеял. А кубик-то уже объявлен? Нет, сейчас он по центру. А, он по центру. Да. Он по центру. Я среагировал на двоечку просто. Ну, гонка сейчас равная. Сейчас, наверное, поскольку еще не определилась, то... Ну, да, 136-139 сейчас еще до этого хода. На кубик, наверное, рановато о нем задумываться. Еще, может быть, у обоих, может быть, какие-то проблемы с этими осталыми шашками. Что у зеленых с одной шашкой, что у желтых с двумя. Ну, на двойку, как бы двоечку пошли, Григорий. Ну, я бы пошел, закрыл бы вот здесь вот в доме. Да, конечно, анкор нужно взять, безусловно. А тройку? А тройку спускал бы туда вот. Это не очень хорошо спускать, потому что... Ну, согласен, и без доми сыграл. Наша задача взять четвертый пункт. Да, а как... Ну, а вот такой вариант. Мне не нравится, потому что, ну, мы без анкора играем. Сейчас попадем под атаку. Если через двойку только. Нет, почему? Просто вот эту шашку. А, вот здесь, внутри дома? Да, внутри дома, который в 22-м поле. Да, 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 я понял, я понял. Сейчас ее бьют с четырех полей. Это вот достаточно мощно. 5-5. Это был замечательный бросок, но криво легли. 6-4 в сумме тоже. Ну, бьется эта шашка, даже думать нечего. Юра не бьет ее. Почему-то предпочел, предпочел. Ну, давайте подумаем, надо ли бить. Сколько ответных ударов? Надо прикинуть, сколько ответных ударов. Вот Юра смотрит. Нет, посчитал, что много ответных ударов. Вот. Ну, надо было. Ну, Юра не дает времени подумать, бить или не бить. Я бы бил, даже не особенно задумывался бы. Ну, Юра почему-то не бьет этот шар. Ведь ошибка, ошибка Руслана на предыдущем ходу в том, что он не взял анкор. И Юра говорит, мне не нужно воспользоваться этой ошибкой. Да, да, это благородство. Такая игра в благородство. Делай, что хочешь. Да, да, да. Это неправильно. Я вот этот вот шар, который уже в лузе, фактически я его не бью. И вот что происходит. Из-за того, что Юра не пробил сам шашку, теперь он попал сам под атаку. Вот смотрите. Его в шашку пробили. И сейчас без четверки у него уже никакого преимущества. А у него нету. Тем более он танцует. И вот из хорошей, из партии с преимуществом он получает худшую позицию. Теперь у желтых небольшое преимущество. Но поскольку шашки вот так просто не выходят. Да, желтым тоже здесь отсюда выбираться из этого дома. Как-то выбираться надо. А вот 6-5 нет. 6-5. Не очень. Не очень. Ну почему? Четвертый пункт не берем, этими шашками не выходим. Поэтому ни одной задачи, которую мы сейчас должны решать, мы не решили. А что делать? Ну а что делать? Вот эту заносить надо на 5 и с 8-го. Класс в четверку. Нет, ну зачем тут криво? Класс надо в четвертое поле шашки. Какой рисковый пучков. Да, конечно, почему нет? Мистер Риск. Ну как же, это поле все решается. Мистер Х, а он мистер Риск. Мистер Риск. Я бы вот так вот пошел. В шестое положил бы из 10-го поле. В четвертый прям. Хочешь шашку? Ну да, в принципе, у него здесь достаточно свободно. Да, да. В доле у Юры. Заходи, не хочу. Да, да. Ходи, не гуляй. А если мы возьмем четвертое поле, все будет решено. Не, Руслан не решается взять этот пункт. Это мне не нравится. Теперь опять, если Юра кинет четверку, он опять будет играть преимущество. А он кинул? Нет, там что? 4-5. 4-5, да. Ну, он пробивал бы, конечно, безусловно. Эту шашку. Не стал пробивать? Нет, он пробивал бы, если мы туда шашку положили. Я имею в виду, он здесь дома не рискует. А, ну, его задача выйти с шашечкой. 5-3. И опять эти шашки не двигаются, которые отсталые у нас в этом доме. И анкор не берут. Совсем все плохо. Ну, теперь Юра ему должен задуматься над кубиком. Кубик-то, я думаю, есть. Шашки под атакой. И опять он не объявил. О, нет, сейчас объявил, наконец. Так, да. Пасовать будет. Ну, да, да. Я думаю, что это пас. Пас 2-0. Юра, вот тот самый счет, о котором мы говорили, что зеленые у нас всегда начинают с 2-0. Но потом кончается для них не очень. Знаю только один матч, в котором все обошлось для них нормально. Во всех остальных, по-моему, они проиграли. Ну, что, да. Не начнется уже потихонечку. Так, да. Ну, да. А Русан пытается поговорить с судьбой. Не знаю, там, с кем он сейчас разговаривает. Кому он просит помощь? Наверное, Бога Нарт. Сейчас он попросил о помощи. Ну, вот он выпросил, выпросил первый ход. Да, хороший, стандартный начало. Хотя же он перед этим 2-1 у него тоже начинал. Почему он грешит на судьбу-то в прошлый раз. У него было право выступки, скажем так. Так, ну, ладно, дебют. Смотрим дебют. Юра сейчас правильно сплетанул шашки на двоечку. Надавил на... Там, когда шашки голые... Ну, 6-2, что это четвертый? А, это у Руслана. У Руслана, да, 6-2. Ну, наверное, самое логичное. Когда мы шашку подставляем в чужом седьмом поле, мы рассчитываем... А что не взял пятый пункт? Наоборот. Что не взял пятый пункт у себя в доме сейчас? Кто не взял? Кто? Юра. К нему 5-2. Как он может... 5-1. А, 5-1. 5-1. А, да, да, да. Да, можно взять. Ну, вот, вот я о чем и говорю. Да, наверное, это хоть сильнее. Потому что если мы бьем шашку, да, мы по скорости немножко выравниваемся, но... Нет, просто зная его страсть к тому, чтобы взять обязательно пятый пункт, но не похоже на него это было, я поэтому и удивился. Да, да, смотрите, вот стали Григория... Да я скромничал все время перед этим. Что вот вы, я не знаю. Я же теоретик высшего масштаба. А знаете, когда качественный скачок произойдет, Григорий? А, когда? Я вот хотел вам сказать. Когда вы скажете своим друзьям, ребята, устарели ваши правила, что нельзя бить и уходить. Надо играть уже поправильно, поправильно. Нет, этого я никогда не скажу. Не дождетесь вы этого от меня. А я считаю, что как только вы такое скажете, это будет означать, что вы... Нет, ни за что. Нет. Нет, да, принципиально. Правила трусливых англичан я не приемлю. Так, ладно, вернулись к нашей позиции. Ну, у нас тут холдинг-гейм, да, обоюдный, потому что обоих шашки в 18-м поле находятся. Вот. 6-1, это форсировано. То есть никакие шашки не идут ни с 13-го, ни с 18-го. Руслан не попадает. Что там по скорости, после того, как Руслан пойдет, скоро... 132, 126, 126. Будет одинаково, да, да. Теперь вопрос, кто сломается первым. Так, Юра что-то там... Занервничал. Занервничал, да. Ну, 5-е поле. Ну, наверное, надо в 8-е поле шашку-то положить. Конечно. Ей там неплохо. Этой шашки. Да, ну, а двойку в любом месте, да. Я думаю, что это правильно. Теперь все в ожидании дупля. Запас потихоньку кончается. Ну... Их вообще как-то маловато сегодня, да? Да. Дуплей-то. Крупных пока не видели. Но мы и до выброса же не доходили еще. Ну, так а сколько их у нас было? Там 2-2 был? Вот так вот в осязаемом прошлом. И все, больше я особо и не припомню. Ну, тут понятно, как можно больше дом сохраняем. Поэтому тут правильно, правильно Юра пошел. Нет, ну зачем так? Ну, так, да, красиво. Я думаю, что это хорошо. Кто первый сломается? Ну, вот первый дупль. Первый дупль, который дает какое-то преимущество Руслану. В том смысле, что по скорости. И все-таки как-то шашки его начинают разбегаться. Да. Вот. Но, тем не менее, теперь есть неудачные броски. Там какой-нибудь 6-1. Если кинет, то уже невозможно будет сыграть сейв. Такой вот, такой есть бросок 6-1. Пока ход Юрия. Руслан думает. А, нет, Руслан уже пошел. Руслан пошел, но я не помню, что он по часам бил. Да, странно, но уже часы нажаты. А, Юра, видимо, над кубиком думал. Какой кубик? Он уже явно отстает по скорости. Двойка. Где играть двойку? Ну, надо и двойку. Ну, что здесь заносить надо в дом? Что тут думать? Единственный безопасный вариант. Ну, почему? Мы сжигаем шестерку. Теперь мы теперь любую шестерку, там, 6-1, 6-2, будем подставляться. 6-3. Поэтому, может быть, шестерку стоило сберечь. Но уж больный дом не хотел сломать, поэтому, думаю, все правильно. Так, 4-3 у Юрия. Ну, надо, наверное, первый пункт брать, да? Что там? Первый пункт тоже может понадобиться. Ну, такая техническая, техническая часть. Так тоже можно, не ошибка. Какая получилась. Так, что там у нас? 5-3. Довольно скучная партия выходит. Ну, она, по крайней мере, имеет перспективу дойти до выброса. 4-3. Ну, вот, пришлось... Ой, зачем весь дом ломать? Как-то не хочется. А, четверки нет. Да нет, конечно. Нет четверки. А что делать? Просто как мы сломаем весь дом, мы проиграем партию, очевидно. Поскольку теперь... Да, да. Кубик Руслан, поскольку он и проигрывает. А что по скорости? Юра впереди по скорости, поэтому обязан взять. Обязан взять. Ну, я бы кубик такой рановато объявлялась. Несмотря на то, что у Юры сломан дом, а у нас дом отличный, тем не менее, опережений по скорости нету и кроме всего прочего. Вот, смотрите, сейчас Юра может попасть, например. Нет, он не попадает. Он не попадает, да. Более того, 6 это предательство. Ну, троечку придется подставить под троечку, да. Ну, хотя бы дом немножко собрали. Теперь Юра думает, ну, думаю, что надо немножко дом собрать. Пусть мы даем дополнительные удары. Как известно, единица бьет 11 ударов, а на 3 бьет у нас 13 ударов, да? Сначала будет 4 забрать. Потому что 11 троек и 2-1 дополнительно. Это 13 бросков из 36. Вообще достаточно медленно идет игра, я хочу сказать. То есть прошло у нас с вами уже немало, да? Сначала матча мы смотрим. Минут 20 уже прошло, да? Всего третьей партии. Минут 20, да. Так, ну вот. Не попали, да. И вот теперь скажется ранний кубик у Руслана. Теперь у него будут проблемы с продвижением этих шашек. Из 15-го поля, потому что сейчас Юра из 13-го. Ой, и он не уходит. Не везет. Эту шашку хотелось бы спрятать, конечно, но ничего не выходит. Ну да, подставляем под наименьшее количество... О, кстати, интересно, поставить шашки напротив шестерки. Вот такая идея, мне нравится. Смотрите, если мы... Да, да, да. Да, да, да. То есть мы будем под прицелом держать. Это напоминает дуэль, да, какую-то, когда друг напротив друга выставили пистолета, и кто... Стояние на угре. Да, да, да. Вторая попытка. Вторая попытка, да, да. Опять Руслан жалуется, что... Ну вот попал. Попал. И сильно попал. Ну, кстати, смотрите, 3-3 не самый лучший, потому что... Вообще не вариант. Надо найти еще две троечки. Надо найти еще две троечки. Ну, вторую-то ясно надо ставить туда. Двенадцатое поле, понятно. Но еще две тройки надо найти. Ну, видимо, надо разгружать какое-то... Я бы, наверное, пятое поле разгрузил. Пятое поле, наверное, самое логичное. Или шестое. Вот надо подумать. Шестое. Я бы шестое разгрузил. Шестое вы разгрузили? Чтобы в момент выброса дырки не образовалось в пятом поле. Когда будешь выбрасывать... А что? Вот что он тут думает? Ну, можно, да. Можно быть шестое, потому что шестое поле будет под прицелом. Шестое поле будет под прицелами, поэтому, может быть, действительно правильно... А, вот такой вариант еще существует. Но надо смотреть количество ударов, количество ответных ударов. Это интересный вариант, с одной стороны. Ну, что бьет? 4-3, 4-4, 4-6. Это четыре броска бьет. А там ничего не бьет. Раз, два. Там ничего не бьет. Я предпочел бы не давать сейчас никаких ответных ударов, хотя дом у зеленых не самый, не самый. Ну, вот. Да, ну, вот. Мне такой ход больше всего нравится. Так, вот Юра зарядился. И теперь опять эти шашки под прицелом. Если Руслан не кинет шестерку, он кинет еще лучше, он кинул. Да, да, да. 3-4, ну, вот. Марс очень маловероятен, а и выигрыш, так же и выигрыш очень маловероятен за Юру, поэтому, скорее всего, счет 2-2 сравняется. Доигрываем эту партию. Так, интересно, как думаете, на какой пиар ребята играют? Вот, вот, вот. Это лучший вопрос, который я слышал в мой адрес за последние несколько лет. Да, да, да. Мне кажется, что... Я не смотрел так особенно, но просто вы, может, увидели. Итак, знаток и эксперт. Понятно. Да, 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 да. Так у нас... Эксперт это, знаете, кто? Это бывший город, бывший житель австралийского города Перт. А, понятно. Есть такой город. Но если вы думаете, что знаток у нас Руслан Милешки, то вы не правы. Знаток у нас Юрий, где-то он ошибался. Он сделал большую ошибку по кубику. И четыре больших крупных блендера у него ходами шашек. Ну, а Руслан хорошо играет. Смотрите, у него стоит чемпион. 4-8. Это приличный пиар. Так, ну что. Та партия, где я уже подрек легкую победу Руслану, все еще продолжается. Как говорит мой дядя в таких ситуациях, Ботвинник такие партии сдавал. Ну, сейчас. Но здесь не Ботвинник, здесь окоп. Теория, теория. Юра может за два раза выкинуть. Но теперь все, теория умерла. Да, ну Юра и отслеживает, когда теория умирает. И в этот момент он сопровождает движением руки. Зеленый шашек с направлением. Ну вот с чистого места, как говорится. Да простите мне этот комментаторский штамп. Итак, сейчас интересно, куда качнется матч, да? Как там при хокке? Куда качнутся весы, да? Да, весы, да. Матч не может качаться. В чью сторону посмотрит Фортуна? Кому она развернется лицом. Да. Как сказал один комментатор, говорит, посмотрим, в чью сторону сейчас повернется Фемида. Вместо Фортуна. Тоже тетка. Да, да, да. Как она может повернуть? Она слепая. Ну да. Так, ну ладно, смотрите, опять Руслан с преимуществом. У него взят такой прайм из трех полей. Седьмое и пятое поле взяты. Два самых главных поля взяты. И мы уже... Можно сказать, что у него есть кое-какое преимущество в этой партии. Ну, оно пока такое, не особо осязаемое. Не решающе. Ну, просто за кого вы будете играть? Так, вот Юрин немножко начинает исправлять. Я думаю, что два хода есть, да? Или пробить шашку, или взять седьмой пункт. Я думаю, что надо пробивать. Потому что седьмой пункт сейчас у нас ничего не решает. У нас вообще дом никакой. Какой бы ход выбрать, да? Бить? Да. Я бы пробил, да. Он бы пробил. Он так и сделал. Шесть-один. Да. Выходим. Потому что... Загромождать там пространства нечего. Очень много обратных ударов. Так. Ну, это понятно. Когда мы берем поле... Даже если не хочешь, надо бить. Да, да. Но главное, что мы берем... А вот тут вот хорошо. Ну, ответный удар. А зачем? А зачем? А седьмой сейчас закрыть? В смысле, вот восемнадцатый, да? Ну, да. Ну, а я бы бил. Почему не бить? Ну, потому что... А мешать противнику заходить в свой дом? Дело в том, что не надо пузать оборону с нападением. Сейчас желтые явно были в нападении. Они перешли в оборону. Как это? Это как раз из чужой зоны мы вернулись к себе назад. Ну, не знаю, не знаю. Нет, нет, нет. Я думаю, что надо было... Ну, посмотрим, кстати. Красный. Он красный этот 4-3. Компьютеру тоже не нравится. Да, ну ладно. Увидел? Бей. Ну, не все же мне поражать ваше воображение блестящими... Да, да, и ходами. Ходами. Уже был сегодня один, да? Два. Так, два. Не надо у меня крать ничего лишнего. Ваши достижения. Вот ты, елки зеленые. Все при вас. Так, а кто у нас по скорости? О, смотрите, Юра-то уже впереди. Получилось, что он все свои проблемы с дальними шашками решил. Два дупля было, поэтому... Он успел, да? Да. Так, Юра стал считать. Ну, мы-то видим уже, что 25 очков впереди. Поэтому... Это после хода, наверное, да? Он 6-5 тоже пошел. Так. Ну, ладно. А, нет. Не пошел. Он думал над кубиком, на самом деле. Но странно. Так эта шашка не уходит. Эта шашка не уходит, но ее все равно надо убрать. Ясно, что надо ее подставлять именно под эти шашки, которые в 18-м поле. А нет, под 13-м... Ну, вот подставил. Подставил неудачно, да. Ее пробили. Где шестерку? Взять прайм из четырех полей подряд или закрепиться в 18-м поле? Я бы, наверное, все-таки брал 18-е поле, потому что, ну, там, ответные удары могут нас отбросить далеко назад. Ну, то есть с 24-го вот сюда, да? Да, с 24-го 18-е положить, да. Ну, я тоже к этому склоняюсь. Потому что, ну, что там? Эта шашка... Чего ее там держать-то? Попасть еще надо. А тут у нас уже как бы на века. Думаю, что это более правильный ход. Вот так, на 18-м поле. Ну, сейчас тут правиль ничего не решает на своей половине. На своем половине поля не решает. Прямо из четырех. Тем не менее... Тем не менее... Они мне сегодня Эму напоминают. Ну, это правильный ход. Эму? Чем? 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 Вот постоянно перехаживает. А, перехаживает. Понятно. Ну, вот позиция сейчас выровнялась. Хотя Юра по-прежнему впереди. Но у него сейчас эта шашка будет под ударами. Вопрос. Ну, ее надо бить, очевидно. Тут мгновенно бьем. Ну, и, наверное, навешиваем. Та шашка, которая под боем, она уходит. И тут сразу две сейчас. Пять-четыре. Нет, три-два. Ничего не вышло. Ничего не вышло. Ну, ставить шашку под четыре удара, наверное, не очень хочется. Поэтому, может быть, оставить ее в двадцать третьем поле. Наверное, в двадцать третьем поле. Не хочется шашку, то... Не надо достраивать дом. Ничего не поделаешь. Подставим под единицу шашку. Но зато у нас будет уже приличный дом. Мне кажется, это правильно. Вот я бы в двадцать пять-двадцать три пошел. И, да, и в пятое поле. Да, вот как Юра дал. Мне вот этот ход нравится. Пусть мы еще одну шашку развешиваем. Но зато у нас дом страшненький. Для противника. Нет, так некрасиво. Так, это уже эстетическое воззрение на позицию. Так некрасиво. А так у нас... А вот так вот красиво? Тот мэтр, в честь которого проводит турнир, Константин Некрасов, он говорил, что как картину маслом пишут, значит. Чтобы все гармонично было. Он любил вот так, чтобы шашки стояли очень гармонично. Так, ну, сейчас понятно. Сейчас мы уже... Ход форсированный. То есть, кладем шашку в 22-е поле и убираем из-под боя. Теперь опять зеленых неплохо. Потому что пробить их можно только специальными бросками. Ну, типа 4-1. 4-1, да. 2-2, там... Ой, 2 чем я уже... Сейчас не надо шашку оставлять. Нет смысла. Да, надо убрать ее. На чем Руслан думает? Тут там... Он думает, как бросить 4-1. Кубика близко нет. Ну, да. Кубика близко нет. 6-5. Пришло 6-5. Ну, что ж, ничего не поделаешь. Придется второй пункт и первый кассив. Второй, первый. Думаю, что это самый правильный ход. Пока рано двигаться. Этими шашками. Мне кажется, что тут надо седьмого. Седьмого поля. Вот сейчас пятерку пошел. Да, ну, шестерку. Тоже седьмого поля я пошел бы. Первое поле. Повторяем шашку. Да. Юре надо выскочить. Он выскочил и очень хорошо выскочил. Так что шашка примкнула к своим. Да, да. Популярный лозунг. Огородами, но к Котовскому прошел. Да, да, да. Ну, теперь, поскольку Юра-то у нас 5-4, после этого хода, значит, должен пересчитать, пересчитать Руслан свои шашки. Давайте мы и пересчитаем. 111-110. А, не надо, у нас же есть все посчитано. У нас все в скобках. Да, поэтому нету опережения у Руслана. Я не знаю, почему он решил рвануть по скорости. Вроде бы нету. Хотя бы так, по ощущениям, вроде бы, у него 4 шашки. Но в доме у него позиция поинтереснее. У Юры все-таки вот... Да, видите, он сейчас начинает... Не попал. Так, уже хочет прокомментировать. Ну, Юра не зашел почему-то, решил усилять позицию. Надо просто заходить в дом сейчас. Потому, как известно, заходить надо, заводить свои шашки на 6-е, 5-е и 4-е поле. Не надо класть заранее шашки в 3-е поле, там, во 2-е, в 1-е. Этого не надо делать, потому что они сами потом будут переходить в эти поля без потери, без потери очков. Поэтому, когда мы заводим шашки, мы их как можно ровнее должны разложить на 6-е, 5-е, 4-е. Ну да, чтобы дырки не возникали. Да, чтобы не возникали дырки. При этом мы не будем терять по скорости ничего. Так, ну вот, ребята не думают над кубиком, неправильно делают, потому что... Потому что пошла гонка. Да, гонка она равная. Вот, еще, после этого броска. Теперь мы можем про эту... Да, мы что сказать? Что она... Про фортуну? Да, про фортуну, что, наверное, сейчас у Юры есть кубик, скорее всего. Надо проверить. Да, пересчитаем. Не-не-не, он пошел, Юра, Юра, все... Не-не-не, ребята, ребята... Зачем он дал лишнюю единицу? Нет-нет-нет-нет-нет. Но он же тремя зашел и... И один камень спустил в пятое поле. Да, Юра дал еще один бросок. Так, сейчас должен погаснуть свет. Да-да-да. Да. Лишняя единица была сыграна. Да. Ну, в данном случае, я думаю, что Руслан-то не виноват. Руслан среагировал на слова более опытного мастера. Мы не можем его заподозрить в таком коварстве, что он знает, сколько единиц он уже пошел, да? А почему бы пятую бы не сыграть? Нет, вообще так чисто визуально было достаточно оригинально, да? Он положил три и вдруг с шестого на пятое переложил. Да. И поэтому Юра мог этого не заметить просто под ладонью. Ну, да-да-да-да. Ну, в общем, Руслан-то, наверное, знал. Ну, правда, он доверился. Я думаю, что просто доверился авторитету. Да, среагировал на слова. Так, а вот Юра уже все равно кубик объявил. Кубик никуда не убирается. Так, Юра, мы прослушали. Наверное, это были слова из видения, я думаю. Это были слова из песни, из которой слов не выкинешь. Так, давайте посмотрим, что поскоро. Семь очков впереди. Юра, я думаю, что это кубик, дабл-тейк очевидный. Потому что семь очков, мы помним, да? Да. От десяти до двенадцати процентов принимается. А тут семь очков от шестидесяти пяти, чуть больше, чем от один... Чуть меньше одиннадцати процентов. Ошибка, ошибка. Слишком трусливо, Руслан. Надо принимать такие кубики. Надо верить в себя. Поверь в себя. Тоже слова из песни. Да. Не помню. И поверь в мечту. Ай, да, да. Ну, это очень оптимистично. Это что-то немножко совком отдает. Это Юрия Антонова. А, а, зря я на Юрия Антонова наехал. Да нет. Юрий Антонов-то мой любимый. Вот. Ну, это что такое бодрячком было. Так, хорошо, ладно, смотрим дебют. И так вот партия... Матч-то упорный получается у нас. Да. В 6-3, да. Ну, ничего нового не... Ой, интересно. Юрий не стал вступать в такую борьбу. В конфронтацию. Да, да. Не стал оставлять в седьмом. За это вот получил. Надо будет вернуться назад. Шашечку-то надо перевернуть. Да, Юра будет делать это сам. Так, две двойки. Ну, понятно, что четвертое поле, никуда не денемся. Единственное, что, может быть, одну двоечку стоило спустить в одиннадцатое поле. Что-то Юра быстро пошел. Шашки в 23-м поле всегда стоят плохо. С ними всегда проблемы. Но сейчас-то она с лихом, с гаком полетела. Шашки на голову, значит. Из 23-го поля сбила шашку вдалеке. 5-1. Что делать? Где единицу, Григорий? Где единицу? Да что тут два варианта? Что тоже хороший вопрос. Где единицу? Или с 24-го на 23-е, или с 8-го на 7-е? Я бы 23-22 играл. Ну. Я бы 23-22. Почему? Во-первых, мы там дублицируем все пятерки, тройки. Так. Юра. Юра дом уже строит. Юра уже построил. Достаточно основатель. Три-четыре. Не попали по этой шашке. Зато бьем эту. Юра, объявляем кубик. Я думаю, что там. 7 очков впереди. Попадем по шашке. Есть марсовые мотивы. Нет. Почему Юра пропустил кубик? Я не понимаю. Ребята играют слишком аккуратно, с моей точки зрения. Ну, я не скажу, что мы предрекали это. Агрессивно. Что, и сейчас кубика не будет? Ну, сейчас-то совсем сладенько, по-моему. Там опять пропускаем кубик. Что ж такое-то? Я не понимаю, Юра. А что мы играем, скажите? Двойку. Григорий, где двойка? Чей ход-то? Ну, Юра шестерку пробил. Надо еще двоечку сыграть. Еще двоечку сыграть. Где бы двоечку играли? Я не вижу пока. Доски. Доски не вижу. Вот так навешиваем, да? Ну, наверное, да. Не прячем ничего. Мне тоже нравится. Хотя, как бы это смотрелось с кубиком замечательно. Ответный удар. Ответный удар. Но зато анкор теряем. Еще кубик. Есть же кубик. Ну, что, у нас все поле для зарядки. Если кидаем шестерки, то бьем. Ох, ох, ох. Что ж творится. Достойно. Достойно за счет 5-5-то. 5-5 это замечательно. За счет 5-5 достойный ход. Ну, просто кубик-то мы уже пропустили столько кубов. Я не понимаю. Мне кажется. Сейчас проверю. О, точно. Смотрите. Три красных куба пропустил. Три красных куба. Да. Хорошо. Наконец-то. Значит, паса. Ну, куда? Ну, куда? Получили очко. Не будем нарушать традицию. Да. Что-то сегодня ребята играют. Не на высшем уровне. Ребята играют сегодня в защиту каракана. Мне кажется, сейчас Юра может даже от знатка слово от звания знаток опуститься ниже. Знатка. Хороший. От знатка до знарка. Да, да, да. Кто такие знатки? Все знатоки вроде бы. Так, что ж там? Помните, пародия была такая? Какая? Дело ведут не знатоки, а мастаки. Маминский, Стамин и Кискит. А кто такие? Не знаменский, Томин и Кибрид. А, понятно. Мастаки. Маминский, Стамин и Кискит. Кискит. Нет, такой пародии я не застал. Так. Итак, знаток. Нет, Юра, знаток. Как это не застал? Старше меня и не застал. Я застал, а он нет. Нормально вообще. Как говорил Бастап Бентер, это было до эпохи исторического материализма. Так, ну ладно. Пробили Юрия на шашку, он должен зарядиться. Зарядился. Он зарядился. Ну, выходим, да, очевидно. Тут шестерка одна. Чем меньше мы теряем очков, прежде нас побьют, тем лучше. Поэтому выходим именно в чужое поле. 1-1 замечательный бросок. Правильно из четырех. Чтобы он просит, Юра в очередной раз попросил класть шашку правильным образом. Пока ему не удается убедить Руслана это делать. Ну, кубик пас. Да. Ну, что, понятно, что недостаточно обороноспособная позиция. Нет. Берет. Юра взял. Посчитал, что для атаки странно. Почему он кубик взял? Потому что, мне кажется, что это глухая оборона. Глухая. Вот. Ну, посмотрим. Сумеет ли Юра в этой глухой обороне отстояться. Пока он не зарядился. Пока вальсирует. Да. 4-2. 4-2, но пробить обе? Не, ну зачем? Прайм рушить не хочется. Нет. Надо что-то вот здесь навешивать. Да. Ну, и двойку, наверное, в одиннадцатое поле. Наверное, надо что-то навешивать. Зачем? А, ну да, в одиннадцатое, да. Да. Что-то надо навешивать. Единственное, что мы не решаем проблему отсталой шашки. Вот. Ну, думаю, сейчас не до этого. Юра руку сменил. Юра сменил. Это неудачно. Ну, теперь не вальс, а танго. Да. Сейчас будет удачный бросок. Вот теперь интересно. Может быть, действительно сейчас по двум шашкам пробить? Идея-то нормальная. Зачем? А вот здесь вот сыграть четыре. Не-не, я бы пробил две шашки. Смотрите, это же атака мощная. Мы же за Марсом пойдем. Четыре очка. Атака мощная, я понимаю. Но вот она у него здесь застрянет. Не-не, а мы же три шашки на борт поставили. Три. Представляете, сколько ему надо работы проделать, чтобы тремя зарядиться, а уже потом там заниматься отсталой шашкой. Я думаю, отличный ход. Ну, вот если вот иногда часто советую вставать на сторону противника. Вот если вы с стороны зеленых рассматривали эту позицию, вы поняли, что вам не нравится, когда вас будут бить. Да, естественно. Бить. Кому же нравится. Как еще Ипполит Матвеевич говорил, что неужели вы будете нас бить? И еще как. И еще как. Почему-то опять пропустил этот самый удар. Руслан. Мне кажется, это ошибка. А смотрите, матч тоже близится к концу. Эта партия может оказаться очень даже решающей. В том смысле, что если Юра проиграет и мне четыре очка, то где их будут возвращать? В какой момент? Так. Вот теперь построен прайм из шести. Нервы. Так. У нас есть запасной кубик. Но как показывает... Не, не. Он не сертифицирован. Не сертифицирован. Только если он совсем... Он с рынка. Если он совсем затеряется. 5-3, да. Другой шашкой. 5-3, Юра. Стал на хитрости пускаться. Станет пробежиться и назад? Да. И кто тут, кого предложил турами поменяться? Кто помнит Васоцкого? Так. Ну что же. 4-3. Ну понятно. Конечно, эту шашку. Проблемы этой шашки надо решать каким-то образом. А Юра ее будет атаковать. Что бы не было. 5-3. Он бьет ее. 5-3 бьет. Бьет по ней, очевидно. Поскольку по той ему не попали, который в десятом поле. Ничего. Мы не можем сильно ухудшить свою позицию. Потому что даже если нас вернут, мы уже вернутся во второе поле и построить лучшую обратную игру. Лучшая обратная игра, как известно, это шашки, расположенные во втором и третьем поле. По две шашки, как минимум. Значит, это называется лучшая обратная. Нет, нет, Юра. Ну так не играют, Нарда. Ну что это? Так у Нарда же нельзя играть. Да? Это правильная игра. Но, видимо, хотел поиздеваться над зрителями. Пощекотать нервы. Пощекотать нервы, да. 2-6. Где шестерку? Вопрос. Шестерку. Шестерку на четвертое поле. Надо выходить. Поскольку Юра не взят пока пятый пункт, его удар не так страшен. Нет, нет, не надо заниматься этим. Я думаю, неправильно. Надо было выходить шашкой из... Ну, вышел бы и получил бы. Ну, Юра берет этот пункт. Вопрос, где шестерка? Вот этот вопрос интересный. Я думаю, что туда два варианта есть. Можно выйти. Да, но которая, на самом деле, 17-е. Да, вот Юра на 17-е поле вышла. Ответные удары. Это очень сильно. Это очень сильно, потому что шашка ушла к своим. Все. Все проблемы для желтых решены теперь. Они будут играть просто практически безболезненно. 5-1 не ушла шашка. И сейчас Руслан будет ее бить нещадно. Не знаю, ногами ли. Но, в общем, скорее всего, попадет. Клюшки будет бить. Да, бьет 5-1. 20 бросков и 3-2 еще. 22 броска. Но это как раз из тех оставшихся 14. Не попал. Но для Юры это хорошо. Потому что, если бы третью шашку загнали, уже какие-то там шансики даже на Марс появились бы. Ну, это говорю. То, что я говорил. Юра пошел на кубик, где у него была глухая оборона. Не знаю, был ли там тейк. Надо будет посмотреть. Мне не нравится. Потому что... Так, вот теперь убирать эту шашку или нет. Поскольку у Руслана есть блот. В своем доме. Вот эта шашка является сторожем. В 17-м поле. Достаточно ли этот сторож? Наверное, достаточно. Потому что сковывает движение желтых. Просто так им не получается уйти. Вот теперь им их вроде бы сладенько пробить. Но из-за того, что шашка в первом поле. Это обострение в желтом ни к чему. Поэтому играем сейф. Пытаемся тихо, спокойно обойти все эти рифы. Которые тут Юра наставил своих сторожей. Исходя из концепции игры, кладем шашку во второе поле. Согласны, Григорий? Клали бы шашку во второе поле сейчас за Юру. Да я за Юру боюсь вообще что-то делать. Что-то делать. По крайней мере, мы играем по плану. Так, ну вот опять замечательный бросок. Понятно, что делать. Просто бежать до конца. Да, да, да. Очевидно. Даже сейчас не заморачиваемся первым пунктом. Наша задача как можно быстрее всех... Завести. Притащить домой. Но теперь эта шашка уже не является сторожем. Поэтому ее надо убрать. Она просто была сейчас жертвой. Потому что много ударов бы били. Там 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Слишком много ударов бьет. Ну, марш-то в ряд. И, конечно, теперь уже очевидно, что Юра с Анкором в третьем поле. Кстати, как известно, если гонка примерно равная, то, как вы думаете, сколько процентов на победу у зеленых шашки в третьем поле стоят? Процентов? Да, процентов. Это второй вопрос вообще. Ну, вот сколько они имеют шансов из ста? Как часто они будут выигрывать? Нет, Константин, вы забываете, любезно, о том, что я гуманитарий. Неважно. Задавать не важно. 15 устраивает? Нет, больше. 16? 25. О, боже мой. 25. Представляете? Ага, и пай туда-сюда 10. Каждую четвертую партию зеленые будут выигрывать, вот находясь сейчас двумя шашками в третьем поле. То есть, на самом деле, получается, если у нас гонка примерно равная, то это всегда тейк. Если нам объявлять кубик вот именно в такой позиции, что, смотрите, что там по гонке у нас. Ну, я сейчас, Юра, по гонке намного-намного сзади. Но если бы гонка была бы примерно одинаковая, то вот и зеленые бы имели 25%. 3-1. 3-1. Ну что, наша задача разгрузить девятое поле, пока никак не удается. Нет, не удается. Ну, что, спокойно ходим в единичку. Ну, что, ничего нет. Что у нас еще? 5-3. Ну, да. Занимаемся улучшением дома. Сейчас разгрузил, наконец, девятый пункт. Ну, 5-2 можно убирать оттуда. Девятый пункт разгрузился. Ну, есть не супер-броски. Например, две крупные все. Две крупные шестерки. 6-4, 6-5. 6-3 есть. А что, неужели ты? Я не понимаю. 5-2-то. Ну, это вот синдром Эммы. Нет, ну что это такое? Нет, ну, рассматриваем все варианты, да? Ну, да. Ну, не знаю. Я надеюсь, Эмма на меня не обидится. Я имею в виду Эмма в Сипян. Эмма, которая шикарно стартовала на этом турнире, мы уже говорили. Да, да. Самого Леонида Рискина обыграла. Вся проблема Эммы заключается в том, что она не всегда шашки возвращает на искусственной полиции. Эмма, это не я сказал, это Пучков. Да, да. Смотрите, 3-1. 3-1. Ну что, ну, ясно, как надо заходить. В шестое поле завести. Первое. Да, да. Есть такой безопасный ход. Ну, да. Наконец нашли. Так, что там? Так, погонки далеко сзади. Так, 4. Брать первый пункт? Ну, наверное, взять надо его. Чего-то первый пункт, наверное, не помешает. Да. Ну, не зайдет. Не ослабляет позицию. О, подставились, подставились. Опа-па-па-па-па-па. Да. Вот так, наконец, оправдался кубик. Неловко, невловко заходил Руслан. Сейчас поменяет руку на левую, наверное, Юрий. Посмотрим. Будет ли интрига? Есть! Поменял, да? Поменял, да. И не сыграл. Прошлый раз не сыграл. Ну, да. Это у Мгера только получалось. Да. Вообще, обращение к левой руке, это обращение к дьяволу, по-моему, на самом деле. Ну, как? По левому плечу там находится у нас дьявол, поэтому за помощью Юрия. Это если только сидеть на стуле, который за хины сделан. Вот так вот. Короче, не помогает Юрия левая рука никак. Ну, 2-1. Ну, 2-1 выбрасывай. Поскольку, ну, я бы, может быть, и убрал бы. Зачем оставлять, оставлять вот эти самые плохие броски-то? Ну, потому что ему все равно надо будет выходить. Ну, уже, да. В данном контексте уже очевидно, что ход был сделан правильный, потому что Юрий вынужден был уйти. А на самом деле, конечно, надо было шашку из четвертого поля убирать, потому что крупный дуполь опять давал шанс. Теория еще не умерла. Как известно, Юрия 16 бросков. Опять пошла левая рука. 15 шашек, одна за бортом. Теперь 14-7. Четыре броска у Юры. Если будет кидать только один дуполь. Да, за три броска Юра может выбросить. Сейчас нет. Вот сейчас теория уже умерла, да? Как только теория умерла, Юра делает красивый жест левой правой рукой, сдвигает шашки к центру. Вот здесь надо было попробовать левой это сделать. Это по плану, да? На традиции. Так, ну, слава богу, Юра Марс не проиграл. Интрига. Интрига осталась. Если у нас время... Ну, время на партию-то точно есть, абсолютно. Да, да, есть. А может быть, даже и на две. А, еще у нас сравнялся. 4-4. Вообще, я хочу сказать, что достаточно уверенно новички нашего второго чемпионата вступают в розыгрыш. Ну, и напомним, что это партия с первого тура. Вот поэтому как бы... Ну, да, да. Она из первого. Старожилы играют зеленым, а новички играют желтым. Как мы помним, что очень удачно у них, да, все матчи сложились. Да, да. По-моему, первые три матча выиграли, один на одну ничью сыграли. Только я, по-моему, выиграл из Старожилов. О, поддержал честь первого сезона. Ну, что же. Из этих соображений болею за Юрия. Эта партия, если она чуть-чуть продлится, чуть-чуть дольше, то она окажется последней, потому что... Потому что следующую партию не успеют сыграть. Шесть-четыре. Попали по шашке. Позицию выровнял Руслан сразу. Шесть-три. Ну, где бы шестерка ходили, Григорий, где бы шестерка ходили? Били бы или выходили бы в восемнадцатый поле? Да нет, я бы оттуда выходил. Выходили, да. Я тоже бы выходил, потому что нечего шашку бить во втором поле. Смысла никакого нет. Надо класть шашку в восемнадцатое поле. Это обычная игра. То есть у нас масса ответных ударов там. Если нас пробьют, поэтому... И потом, кроме всего прочего, шашки... Ой, ну, Юра, ну зачем? Ну, ошибка или не ошибка? Нет, смотрите, не ошибка. Значит, примерно... Это один и сейчас будет бить дома. В одну цену были эти ходы. Мне кажется, что это не идейно, на самом деле. Ну, шашку мы тут встречаем, на самом деле, в восьмом поле. Напротив нее стоим. Переходим в атаку. Единственное... Ну, да, вот я так сказал. ...соображение, что... Будет бить, да. Соображение, что у нас дом чуть лучше, у нас взято три поля. Нет. Передумал. Передумал бить. Странно. Ну, понятно. Не хочет обострения. Так, Юра взял второе поле, которое доставило ему радость. Это второе поле. Это интересно. Ну, он тоже обезопасить себя решил от единички. Скорее всего. Ну, нет. То, что закрывать шашку надо. Ну, просто он потратил два хода, чтобы пробить и потом его закрыть. Между тем, чтобы заниматься, как, помните, в анекдоте. Делом надо заниматься. Делом. Да. А он как бы бил во второе поле, пришлось закрывать. А теперь у него шашки есть отсталые там в 24-м поле, в 22-м поле. И с ними надо что-то делать. Так. Ну, Руслан-то у нас ведь отстает, отстает или нет? По скорости не отстает. Нет. 143-148 даже опережает. Ну, что, они хотят доиграться до того момента, когда будет дабл пасс. И сыграть. Они хотят услышать звоночек. А он сейчас уже скоро будет. Так, 3-1. Так, 3-1. А, Юрий, Юрий, 3-1. Ход его. Ну, что же, 3-1 проблемный ход. Ну, наверное, надо класть в чужое пятое поле шашку. Я не вижу доску просто-напросто. Нет, Юра так не делает. И оказался... А, он пробил шашку. Пробил. Да, да, да. Ну, вот кубик. Смотрите, я думаю, это тейк, потому что... Легкий тейк, да. Потому что эту шашку надо еще прикрыть как-то в первом поле. Да, 4-3. Ну, вот. Этим мы сейчас и занимаемся. Пробил. 5-1. Пробил. Осталось пятерку найти. Ну, видимо... Ну, а что там ее искать? Бить или не бить вторую шашку? Вот в чем вопрос. Бить или не бить? Одну оживем. Одну оживем. Да, очень острая позиция получилась у нас. Очень острая позиция. Ну, я думаю, что слишком острый. По 4 рана. Рана не определилась еще позиция. Юра для зарядки. 4 поля пока. Даже если он пробьет шашку в пятом поле. Ой-ой-ой. Что это? Слишком остро. Ну, Юр не может сдаться на такую позицию. Абсолютно точно. Да. У него все забирать. Абсолютно. Она нажимает. Так. Юрий не за шуток. Волнуется. Волнуется. Очень удачная 6-2. Смотрите. Да. Пробитие с ударом. Теперь у Юрия надо... Ой. Звонок прозвенел. А, это доигрываем. А, это доигрываем. Да, Руслан. Да. Руслан уточнил на всякий случай. Думаю, что он знал это. Ну, решил. Так, ну все. Это очень неприятно развитие событий для Юрия, потому что дом практически застроен. Теперь, если он проиграет эту партию, да еще и с Марсом, то это будет большое поражение. 2-1 для лучших бросов для Юрия. Нет. 6-4. Руслану надо выскочить. Шестерка. 4-5 неудачно. Шашка не выходит пока из 24-го поля Юрия. На это должен надеяться. Ну, ничего не остается. Там 13-е поле надо разгружать. 5-4. Оставляем удар. Зачем? Нет, мне кажется, вот так правильно. Не надо удар вставлять. Волнуются оба игрока, потому что очень напряженно. Но, Юр, надо зарядиться. Ну, надо зарядиться. Хорошо сказать. 6-3. Вот это очень неприятно для Юрия, что шестерка кинута. Ну, теперь 2-3. 1-3. Опять волнение. Ну, реакция хорошая. 3-3. Тройка есть. Теперь вся борьба для Юрия сведется к борьбе ухода от Марса, скорее всего. Нет, ну, другие партии тоже выигрываются. Да нет, ну, всяко бывает. В первом поле, как известно, шашки имеют потом 90% на встречу. То есть, 90% на то, что подставится желтый при том, когда будут выбрасывать шашки из своего дома. То есть, какой-то шанс Юрий будет пробить, проатаковать. Думаю, не все потеряно. Наконец-то двойка. Очень долго он закидывал. Ну, да. С 13-го еще, чтобы шестерка. А, шестерка еще выходит. Может быть, даже сейчас не надо дублицировать шестерки. Хотя же мы хотим... Ну, тут еще один ход, ну, тут что так, что эдак тут... Да, думаю, что это очень близко, очень близко. Думаю, что особенно тут размышлять не о чем. На самом деле, дело в том, что шестерка может там понадобиться, чтобы уходить. Так, смотрим на время. А, обоих по две минуты еще. Никто не рискует. Так, ну, это понятно. Второе поле пробивается. Сладенько. И прямой дорогой к Марсу по 8 очков. Смотрите, ранний кубик, который объявил Руслану, которого там не было, скорее всего, может обернуться победой в 8 очков. Юра загрустил. 1-3. Ну, ладно, хоть так. Сразу зарядился. Ну, сейчас надо было шашку в третье поле класть, потому что мы должны достраивать дом. Эксперт. Юра улучшил качество игры. Дорос до эксперта. Они сравнялись. Юра 6. У Руслана 5, да? 5. Качество игры. 2-5. Ну, сейчас дуем на воду, да? Хотя мы не обжигались вроде. Руслан-то нигде не обжигался. Ну, в общем... Да, вроде бы нет. Очень хочет аккуратно зайти. Очень хочет аккуратно. 6-6. Плохой. Как-то он зашел не очень. Может быть, там лучей не было хода? Ну, по крайней мере, сейчас 6-6... Ну, по крайней мере, он самый безопасный избрал, как ему показалось. Как показалось. Вот я почему-то он 6-6 не обезопасил. Видимо, может, там не было, не обратил внимания. 6-4 зашли двумя шашками, да. Так, ой-ой-ой, совсем плохо. Сломали дом. По крайней мере, к выбросу уже получше. Да, согласен. На выбросах будет отлично. Да, да. Каждому ли понравится такой юмор? Григорий. Ну, Юра перенес как-то. Перенес этот. Так, двойка. Ладно. Вот сейчас есть шанс. Если кинет Руслан, что-то неудачно. Типа 6-5. Нет, 5-3. 5-3 есть. Ну, Юре, надо срочно 4 или 6. А, наверное, сейчас придется снова дом ломать. А и то, и другое. И то, и другое, да. Поэтому двумя шашками выходим. Что теперь, если какая-нибудь пятерка. Какая-нибудь 4-5. 6-3. Опять хорошо. Пока безболезненно. Безболезненно. Опять 6-4. 6-4, да. Надо срочно достроить шестой пункт. В надежде, что еще шанс предоставится. Вот шанс. Вот шанс предоставился. Шанс, есть. Так, Юра, правой рукой просьба. 6-6. Ну, ладно. Взяли шестой пункт. Раз, два, три, четыре. Так. Так. Смотрим дальше. 6-1. Ну. Это неправильно. О, так правильно. Так правильно. 2-1. Потихоньку. Правильно, Юра раздвинул шашки. Это важно. О. Это дает шанс. Потому что, поскольку стал нечет, нечет у Руслана, у Юры появляется шанс, что там будет поставлено две шашки. Вот теперь вопрос. Это сложно, на самом деле. Потому что, Юра, ну, предпочелось сейчас отловить единицу. Ее нету. Вот теперь, если будет мелкий бросок, а он мелкий, наверное, придется стоять. Значит, нам надо прикинуть. Все-таки, сколько процентов Марс проиграть сейчас. То есть, у Руслана, чтобы выкинуть, в худшем случае, три броска. Если Юра бежит 3-2, скажем, в 17-е поле, в 19-е поле, хватит ли ему два броска, чтобы уйти? Семь? Да, может хватить. Может хватить. Наверное, надо уже не отлавливать этот шанс, а уйти 3-2. Нет, Юра предпочел биться до последнего. Биться до последнего. И теперь не только не шестерка. Но это, наверное, лучше для Юрия ход, потому что... Хотя бы от Марса уйдет. Если не кубик... Не кубик, слава богу, он ушел от Марса. Да, да, да. Проиграл четыре очка. Да, очень интересная концовка. Да, матч для меня начинался скучновато, но окончился весьма-весьма интересный. Интересная, острая партия. Довольно-довольно интересный матч получился с интригой. И опять новички... Опять новички... Дерут просто. Да вообще просто. Громят, громят. Громилы какие-то приехали. Да, да, да. Ребята очень настроились. Я не знаю, может быть, кто-то тренер у них какой-то хороший есть. Поднял командный дух. Но я думаю, что совпадение просто. Вот. Что вот новички выиграли. Интересно, конечно, по результату сезона. Знаете, на что хочу обратить внимание, дорогие друзья? На особенность, которую подметил Константин Пучков, что тот, кто начинает с 2-0, как правило... Проигрывает матч. Проигрывает матч. Ну, можно сейчас Юрию об этом спросить. Какая такая заграничка. А думал ли он именно вот об этом в тот момент, когда... Да, я могу сказать, что это и по первому дню, значит, в позапрошлый четверг было, было так же. Вот 2-0 было как визитная карточка для практически каждого матча. Поэтому, да, и вот и сегодняшняя игра тоже. И вот эти вот первые две партии, которые закончились до выброса, да? Да, 1-0, 2-0. Да. 1-0, 2-0. Ну, мы должны, наверное, уже быть готовы к тому, что это еще ничего не значит. А помните, Юрий ввел термин «разогревочные партии» такие? Может, это опять были разогревочные такие партии? В общем, где соперники сдаются по одному очку. И вот, как ни странно, вот много матчей у нас начиналось именно с того, что, значит, кубик не принимается, а первая партия сдается. Ну что, дорогие друзья. Ну, во-первых, хочу поздравить Руслана с победой, с хорошим дебютом. Вот, посочувствовать, конечно, моему сокомментатору Юрию Григорьевичу. Нормально все. Что-то нормально мы видели по вашему лицу, что далеко не все нормально. На самом деле, Юра, не возникло ощущение, что вот продолжается какая-то вот такая особенность, подмеченная Константином Пучковым. 2-0 в начале матча. Это не самое благоприятное для тех, кто этих двух побед добился. Дебютная составляющая. Ну, мы это давно подметили. Пока статистика подтверждает в пользу неблагоприятных исходов при таком дебюте по счету. Ну да. И к вам обращен еще один вопрос, как все-таки, как организатору, одному из организаторов этого турнира. Вы не жалеете о том, что вот вы наприглашали таких, как Руслан? Которые, понимаете ли, рвут тут всех на части, а? Ну, пока никто никого не рвет. И не всех. Немножко надорвали. На прошлом эфире, на позапрошлом, по-моему, или на прошлом сказал, что это дань госеприимства. Мы должны отдать. Руслан сегодня первый раз. Первое выступление. Чем поздравляю его лично. Уже поздравил с победой. Вот. Ну, а время покажет. А, конечно, не жалею. Мы же не просто так выбирали, не случайно. Поэтому, я считаю, очень достойное пополнение. Руслан, ваше впечатление? Ну, отлично. Все супер. Я, конечно, потренировался перед этим с Айратом Фатыховым. У него есть опыт победы над Юрой. Мы разогревочные перед отъездом моим. Поэтому я немножко здесь держался. Приехал. Немножко позже. Про кубы поговорили, про стиль игры. Но я к молодым же нардистам отношусь. Ну, да. Ну, это видно по седине, да. Сегодня был в парикмахерской, вроде. Убрал ее. Не особо. Да, не получилось. Ну, бывает. Надо уже какой-то хной краситься, может быть. Юра, там в одной из партий ты пропустил очень много кубов. Ты очень быстро играл. И, короче говоря... Три, три куба. Это когда вот шашки здесь стояли, да, вот по одной шашке. Мне все время казалось, что... Три красных куба, да. Это очень быстро играло. Очень плохо. Последние партии, когда тебя объявили по четыре, там, конечно, стопроцентный тейк такой нагловато. Нагловато. Мне вообще показалось, там куба нету или очень маленький. Точно тейк я не сомневался. Нет, нет. Там куба не было, конечно. Вот. Ну, и вот именно то, что... Мне казалось, что после счета 2-2 будет какой-то обозначиться перелом в матче. И вот когда ты повел 3-2, 3-2, вот, мне казалось, что уже какой-то перелом наступил. Но на самом деле все решалось в одной партии, а именно в последней. Вот. Острая концовка матча. Конечно, там тебе не повезло. Ну, что скажете по поводу своей игры сегодня? Да, по поводу качества. Я недоволен. Вот эти вот... В той позиции я вот... Их не так часто встречается в моей практике, хотя я очень много играю. Мне все время вопросы. Я для себя сначала определил, что не буду ставить. И поэтому 2-3 подряд повтор позиции я не ставил. Мне хотелось взять седьмой пункт или там шашку, начать атаку. А вот в такой пассивном... Ну, что делать? Век живи, век учись. Буду понимать эти позиции чуть поточнее теперь. Руслан? Ну что, мне все понравилось. Счет понравился. Пиар тоже понравился. Пиар тоже понравился. Ну, а что, что 8 мячиков не выиграли, наверное, не понравилось. Да-да-да, хотелось бы. Хотелось бы и... Да-да, хотелось бы. Но вот до последнего там было все непонятно. Да-да-да. Ну, Юра остался мужественно. Там, когда 3-2 кинул, там компьютер показывал, надо уходить. Там от Марса сбегать Юра остался. Мне показалось, что от Марса могу не убежать. Я все-таки один бросок потерплю, единичка может. 4-4 спасаем. Ну, концовка горячая получилась, действительно. Хорошо, друзья, спасибо вам за... Вам спасибо. За игру, за качество, которое вы продемонстрировали, за эмоции. Ну, а наше дело, как обычно, поблагодарить, наверное, их еще раз за доставленное удовольствие. За хорошую последнюю партию. Ждем второго матча сегодняшнего игрового дня. Итак, дорогие друзья, на телеканале «Старт» продолжается второй тур Суперлиги «Старт» по коротким нардам. И после того, как завершилась встреча между Русланом Мелешко и Юрием Акоповым, мы предлагаем вашему вниманию встречу, в которой будут встречаться Эмма Овсипян и никто иной, как Сергей Ерохин. Гроссмейстер. Да. В студии по-прежнему Константин Пучков и Григорий Твалтвадзе. Ну что, Константин, давайте анонсировать эту встречу. Ну, Эмма является украшением нашего турнира. Эмму мы столько об Эмме сказали сегодня. Да, поэтому этого матча, наверное, многие ждут с нетерпением. И, кажется, очень интересно, как вы будете у них экзаменовать и гроссмейстер Сергей Ерохин. Думаю, что у нас есть все шансы немножко исправить счет матча «Новички-Сторожилы». Ставлю на победу Сергея Ерохина, потому что... Это если ему хватит наглости обыграть даму? Ну, я верю, что ему хватит этого качества. Знаете, как, открою маленькую тайну, Леонид Рискин перед игрой первого тура сказал, ну, как мне ее обыгрывать-то? Да, да, да. И проиграл. Ну, да, Леонид известный джентльмен у нас, понятно. Я думаю, что Сергей Ерохин больше спортсмена, чем джентльмен. Ну, может быть, может быть. Вот она. Видите, какой у нее кулончик даже. Кулончик замечательный, да. Так, сегодня Эмма в зеленом, Сергей будет в желтом. Взгляд удава такого. Нацелен у нас вверху, да? Нацелен. Нацелен у нас на джентльмен. Ну, давайте посмотрим профайл МФСПН. Когда я сэм... Да, давайте спройму. Так. Поволжский госуниверситет сервиса и туризма. А вот где он находится, кстати, Поволжский госуниверситет сервиса и туризма, я не знаю. Придется залезать в интернет. Ну, наверное. Я думаю, что это, наверное, Самара. А может и Саратов. А может и Саратов, да. А может и Болгоградов по Волжии, да. Да, да, Волгоград. Да, Астрахань. Это вариант. Так. Ну и Сергей Ерохин. Мы спросим у Эмма, кстати, потом. Здесь физмат, кандидат технических наук, да, МГУ имени Ломоносова, преподаватель математики, финалист чемпионатов мира, видите. Победитель турнира Мэрит Оупен. Ну да, много регалий. И, в общем, и класс игры, в общем, наверное, наряду с Сергеем Петуховым, наряду с Микаэлом Варданяном. Один из сильнейших, наверное. Ну, у Микаэла Варданяна уже нет в нашем рейтинге, скажем так. Да, да, да. Так что будем играть без него. Тем более, что, видите, какое пополнение. Ну что? Так. Так, ладно. Эмма. Как бы сказал, нервный смех. Чей нервный смех? У Эммы, да. Это Ерохина нервный смех. Нет, нет. Сейчас Эмма выставит часы. Все хорошо. Придется, да. Эмма с прошлого года приходила. Ага, болела. На соревнования, да, болела, переживала. Вот, Эмма хороший лучший ход, наверное. Да, сразу пятый пункт взять. Лучший дебют в матче взять поле 3-1. Когда я играл с Сэмой, я поделился агрессивности игры. Она играет не по-женски, я скажу. Вот, очень агрессивно. Мне понравилась эмма. Такая Вера Менчик. Веровых нард. Да, 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 да. Единственное, что я помню про Веру Менчик, что она предложила разменчик. Ну, это было, когда я еще ходил в центральный шахматный клуб, занимался шахматами. Да, но она была первая, она была чемпионка мира, первая, кто начала играть с мужчинами. Понятно. Да. Это потом уже много Приндашвили стало играть с мужчинами, там, сестры Полгар и так далее. Понятно. После одного броска, но, тем не менее, ответила дуплен. Эмма 2-2. Она пошла быстро и неправильно. Третий ход у Ерохина 2-1. не очень не очень удачно да ну надо сопляться видимо все-таки без анкора вообще невозможно жить ну и бить ничего другой единицы нету когда есть выбор как просто поставить цели ударить но кубик я думаю что тэг сто процентов чего там то думаю что даже и кубата нету рановато анкор взят ну пробили мы шашку ничего страшного же пока не случилось но она достать из но за расчета на то что у нее три пункта в доме заняты да но анкор то есть третьем поле у сергея поэтому блиц невозможен м играет быстро тоже хорошо слушала наши комментарии немножко немножко так поменялась стиль если это будет не пойдет в ущерб по игре то в этом будет правильно так вон себе бы зарядиться с третьего раза на самом деле не удается что-то пока у него не налажена связь связь с космосом поэтому уже все шашки притащила м а сюда на чужие чужого поля наконец наконец-то зарядился у нее тут уже да но пятерку ну надо дом застраивать потихоньку пришлось первого поля да ничего не поделаешь расположили шашку первое поле давайте его застраивать седьмой пункт не помешает никогда не помешает тем более что вот тебе как раз под 5 4 и закрыла эмо седьмой пункт ну да но сейчас задача ну так что странно пошел я пошел бы шашку в пятое поле сергея застраивать дом как бы так вот последовательно сначала 5 пункт потом 4 никакой туда особой альтернативы не отстроить спокойненько спустить шашку с 13 поле и строить дом а вот зачем вот это поле зачем сейчас дом недостроен я думаю что это единица неправильно ну ладно а ему тут же бьет но я не знаю если в этом смысл нет смысла никакого нет смотрят прай зачем нам сейчас бить наша задача разминуться желтыми шашку так взяли третий пункт и спустили в одиннадцатый очевидно вот простой 6 3 мы теперь да теперь шашка заработала как ни странно так было у ямы был ход 13 поле разгрузить а теперь его нет поскольку шашка мешает но она сама является жертвой довольно интересно теперь придется пересчитать очки сергея рухина но мы-то знаем что он будет сразу на 40 ходов у нее до 24 на 40 до ходов на 40 шагов на 40 шагов 24 отыграли 16 сзади очевидно что мы остались дальние шашки должна остаться третьем пункте но от шашка которая у нас одинокой и на не придется уйти самое самое правильно то что она может потом попасть под атаку это неприятно если она попадет под атаку это даст возможность зеленым свободно разгрузить 13 поле поэтому эти шашка должна должна бежать да это первое что мы делаем но дальше достраиваем дом спокойно пойдем 5 во второе поле шашки гроссмейстер задумался да я бы такой хотел на 5 так 42 безопасно не дается не удается уйти и двойки нету вот что интересно нету хорошей двоечки пока два блота в чужом доме да да вот так оставляем под единичкой под единичку шашку оставили и не попали по ней не попал на один на один шажок до 65 ну не знаю кстати бил бы если он пример кинул бы 664 с двумя дырками в доме наверное наверное бил бы все равно безусловно так ну я бы взял четвертый пункт я не знаю мне кажется это очевидно что без без него же мы не можем жить да именно так тем более по-прежнему 22 блота у сергея доме поэтому даже дальнего удара вот 63 полу а теперь не долет недолет был перелет 65 а 63 недолет а да там же 65 был не 64 да 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 поэтому получать мы ничего не будем вот как известно то о чем говорил что сейчас вот сергеев шашки в третьем поле а это примерно 25 процентов на победу примерно так что там пять четыре пять четыре ну да что делать да первый пункт брону 7 7 7 поле надо уносить шашку нет нельзя первое поле брать потому что да вот так правильно потому что надо разгрызла потому что мы здесь большой до 2 больших там будет неприятность неприятность так пришлось открыть шестой пункт завели домой все замечательно как всегда демонстрирует хороший уровень игры сергей у него чемпион стоит меньше четырех даже меньше трех а сейчас 33 4 до чемпион тройка тройка одна делал особенно нечего ждать потому что ну нет плохих бросков тем не менее предпочтел сергеевич подождать немножко ну вот теперь эту шашку молотнет м а и за такой закроет первый пункт ну то есть то что надо бить очевидно вот эти два хода быстро можно делать она сделала три хода ну зачем шестого на пято шестого на пято она пошла со второго на первое это неправильно на больше 100 на 5 шашку бегать вот почему-то не не ушел сергей я бы ушел на самом деле там ничего особенно ждать 3 1 так можно да супер это легко все назад нет нет ну понятно что зачем нам запасе вот сейчас неправильно будет мне не понравился звук вот сейчас уже опаснее шесть пять шесть четыре пять четыре но пронесло создали создали чёт наконец-то вышел сергей в общем если бы он ушел ты шашкой там же не было плохих бросков я думаю что у него все-таки было бы побольше шансов на победу в этой партии но сейчас просто она легко катится к окончанию два очка ему ему выиграет приедет матч опасная тенденция григория для зеленых мы помним чем это для них кончается стоп стоп извиняйте дядьку да там после двух партий так два очка а тут сразу вы считаете это решающие я бы сказал не решающие это основополагающие а предположим мы не видели начала вы только узнали что счет 20 пользу зеленых это видели мы же честные люди а ну хорошо значит значит пошли по другому руслу скажем так ну проверим сейчас мы поговорил один известный исторический персонаж мы пойдем другим путем говорят что это выдуманная фраза что ее что и что ее не было может быть но кто докажет да и так тоже выдумал в таком случае вот я сейчас задаюсь вопросом бонж бруевич пиар-компании это пиар-компания владимир ильич так ладно не будем пропакойников давайте посмотрим почему это пропакойников он вечно живой вы что забыли забыл уже да давно это было ну ладно нет претензий давайте посмотрим наконец все таки у сергея хоть что-то сложилось в начале в начале значит этого этой партии он взял все-таки 5 5 пункт 6 2 6 2 тоже замечательно теперь теперь значит из-за того что у зеленых отстала и шашка но на посмотреть скорость скорость после того как ему пойдет 6 очков вот так надо подумать о кубике то что на четверка бьет по скорости с девятого она пойдет 6 ходов я думаю что это кубик я не знаю ну конечно ты безусловно но я думаю кубик есть четверки пробивают большое дает преимущество по скорости но даже без четверок впереди там 8 очков впереди так сергей пересчитывает ну как быстро считать я мог бы научить вот ну ладно сейчас физика математика да 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 но у нас просто есть цифры считать не обязательно вот я знаю 4 шашки 13 52 и 32 84 40 так далее так 63 не попал не попал и и что теперь мы не можем сыграть сейф потому что у нас нету безопасного хода тогда придется разгрузить 16 пункт подставить под единицу другого другого я не вижу пока хода да да а вот такой хоть еще есть а может быть это лучше может быть это лучше хотя мне нравилось спасать под единицу шар да все таки тут больше ударов на самом деле теперь сергей надо попадать иначе значит его затея с кубиком но он и попал а не потом попал заказывал по двум шашка да по двум шаркам после это кубик сто процентов на все про оправдывается он 5 5 5 такой хороший бросок а уже не объявил кубик уже не как же так мне казалось что он объявил там было о чем дело он не объявил мне показалось что настолько что это очевидно что он объявит что он как вопросу о том насколько он джентльмен или спортсмен спортсмен но я не знаю вот смотрите ну возможно слишком агрессивен и мне кубы наверное может быть лишнее рановато я объявляю но вот по моему сейчас он пропустил кубик сергей как юра пропустил несколько кубов но сейчас по моему легко сдаться я не знаю у нас проблемы с шашками нет нет смысла по моему по скорости мы за и не не вижу контр игры контр и но против отдаленной шашки мне кажется что это это пас интересная мы не сдавать даже в один но тяжело принимать кубик когда у вас две шашки на бортом безусловно так ребята позитивные вот партии потому что не надо долго отстраивать все уже стоит ну да 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 после такого долгого выброса на все шашки расставлять ему выбрасывание хорошее начало 6 из категории стандарт 646 такая более более сложная борьба затевается потому что положили шашку чужое 18 поле ему не попало не попал я бы закрывал поскольку в доме вообще ничего нет да вот так день сергей тоже так же сделал 26 пробиваем ничего нет обостряем борьбу потому что мы уже сзади опять петь среди попадает тут как бы пошла перестрелка перестрелка да кто первый промахнется 53 взяли взяли пятый пункт все худший для зеленых позади у них есть анкор в пятом полке но у желтых тоже не все плохо ну вроде бы 33 но с другой стороны как-то не особо как-то не особо с какой ну да вариант получается ну то что надо в десятое полик возле шашки в третье я так пошел в третье до взяли пункты в 10 чудел да мне к такой хочу бы не закрыть ну а ну поле надо дома тоже брать поля так у нас дом получается такой горенький слишком так 54 не видим доску вот это забрасывание шашек за голову всегда не очень можно бы где-то было поискать еще одну пятерку вот нечего было искать то на самом деле но можно было например взять четвертый пункт ну ладно что оставить шашку под ударом доставить под ударом вместо того чтобы брать первый пункт смотрим скорость по скорости сергей впереди начнем вся проблема решить вот эту задача спасения выводы из чужого плена из чужих из чужого дома эти желтые остальные шашки 6 5 потому что другого не было я мы не попадает да опять опять не любит бить видимо не худший вариант нет на самом деле компьютер показал красным ходом компьютера не нравится этот вот а как 4 3 было пойти интересно можно было 5 пункт взять так даже 2 до комплексе но то что будет пробивать где четверка ну да ну да очевидно мимо не могу над кубиком думаем есть кубик я думаю есть кубик да ему берет я бы тоже наверно взял все-таки пятом есть у нас шашки пятом поле она справа даже шашка еще на борту очень приятный еще и вторая добавилась теперь еще 2 до добавился теперь позиция стала попахивать прямо скажем керосином до чем-то чем-то нет потому что сейчас мы не зареемся мы поставим на бонный сергей может пропасть еще одну шашку цепануть но он должен сейчас пробить в третьем поле шашку потому что не смену что мы шестое шестое ему поле открываем да вот это пробиваем условно потому что мы в атаке ну а дальше наверное ну а дальше что дальше на развешивать 60 до не с 13 13 на я бы шашку сдергивал зачем чтобы больше билдеров было туда в седьмое поле клуба шашка побольше билдера ну или с десятого можно положить шашку так это одно и то же одно одно и то же просто еще 1 1 будет стоять а так 2 но дело в том что ты так пятерку мы должны стараться чтобы там еще дополнительный бросок 41 если мы пойдем ей тройку то бьем только двойками а сейчас бьем и пятерками и 4 1 значит почему-то когда у сергей он в атаке почему-то он свои шашки собирает кучку это неправильно теперь пробить шашку еще одну третью или пробить на проходе 3 уже а вот здесь да я бы наверное проходить и сейчас кинешь шестерку оборона будет ой это очень хорошо это то сергей выиграет скорее всего марсом дальше техническая часть там именно до слишком много пятерок накидать ну то что сергей скорее все технически проведет окончание безупречно не вызывает сомнения его техника а здесь именно техника сказывается чтобы не подставить там под 5 5 не подставится на все о чем сейчас можно думать или чтоб крупный дупль что-то не напортим 4 1 зашли домой да не вызывает особого интереса скорее всего скорее всего проиграет тема какая планета четыре очка проиграет в этой партии одну шашку зарядили выбросили безопасно все нет нет плохих бросков поскольку марс все равно стоит я бы все четыре шашки уходил конечно шестого поля нет смысле сейчас выбрасывать шашки из четвертого поля потому что можно кинуть неудачный 6 151 на массу марса уже стоит да все после этого даже теоретических шансов наверное практически остались скорее всего все очень крупные кидать очень берут не бывает очень тяжело уйти от марса в этой позиции мало процентов да но тут как говорится и комментировать то особо нечего но я такой ситуации где-то бросков 12 надо сделать имя чтобы уйти всеми шашками сергею чтобы выкинуть 10 шашек но грубо говоря 6 бросков ставить и сколько дуплее надо чтобы это было возможно если бросать 21 то да взяла очень бравый кубик эмо и видим это был пас потому что у нас было все-таки шашка на борту и и хотя у нас был анкор в пятом пятом чужом поле из-за того что у нас одна шашка была на борту смысле на баре а другая была под боем чужом доме видимо там надо было сдаваться так вот четыре очка в этом матче сергей выигрывает болельщики эмо наверное немножко огорчены потому что она проиграла четыре очка в одной партии до одним ходом что называется одним одним тейком да если бы она сдалась бы счет был просто сравнялся два два но дополнительно три очка она проиграла и причем быстро приняла на самом деле практически не думая была позиция была не очень так сергей не бьет шашку сергей просто повторил но на самом деле почему сыграл также играл также зачем когда ты играешь старым повторять чужой ход невыгодно почему он не ударил я не знаю наверное он знает все дебюты возможно он и правильно пошел хотя показывает значит дебюты знание дебютов сергей не сомневаюсь поэтому вряд ли он допустит ошибку на на первом своем ходу вот мне-то казалось что раз ты расстаешь сразу с того начала то выгодно и пробить так ну а чё не брал сейчас третий пункт доме ну анкор чужом предпочел потому что ну да это как бы дает гарантии уже то что ты не проиграешь марс скорее всего седьмой пункт взят поскольку мы только одна проблема это вот та дальняя шашка ой-ой-ой три-четыре ну да это это напрашивается на самом деле но может быть стоило той шашки до конца уйти не соблазняться вот этим праймом из четырех еще такой ход развести развести эти шашки есть ли смысл не знаю там оставлять одну под боем мне кажется нет смысла и тем более мы центр поле сдаем мне кажется просто надо выскочить одной шашкой попытаться попытаться удрать попытаться удрать спокойно но она все равно эта шашка будет под боем под 4 под четверкой во-первых мы не сдаем не сдаем ну так еще куда не шло ну да можно можно но я бы все-таки наверно потом вот видите слишком удачно бросил сергей взял сразу два поля в доме а вот если бы вышла шашка до конца ну гипотетически конечно то не попадал не попадал да не может не слушаться это считается да и как известно Зарик лежит между между чекерсов между шашек то это считается на самом деле американцы насколько я знаю играют тоже и засчитывают броски там когда Зарики лежат на шашках если они лежат ровно вот кого вы приводите в пример ну я вас умоляю ну что за идолопоклонничество Константин нет я говорю американцы играют англичане ну что ж такое то почему меня сразу в идолопоклонничество менять если я скажу что в Африке каннибализм вы тоже скажете что я им завидую да нет я просто привел факт такой негодяя американцы защитывают броски вот вот правильно начали правильно защитывают такие корявые броски кривые короче вот теперь мы уже дождались кубика поскольку очень шашка застряла у Эммы и тем не менее поскольку она по скорости впереди есть возможность выскочить выпрыгнуть я думаю что надо брать там кстати она взяла предыдущий кубик вообще практически не думая где был пас скорее всего а тут где но она считает считает на 30 ходов 29 ходов у нее преимущество ну да та шашка отдалена конечно если сейчас там кинет 2-3 кинет кинет Сергей да и то потом будут могут быть плохие броски даже после как возьмет четвертое поле еще этими шашками надо будет как-то перескочить от него нет сдалась ему да в общем с кубиком не очень похоже вот в этом матче пока в пользу Сергея в пользу гроссмейстера у нас складывается этот матч не испытывает особых проблем настроился на матч да вы тот взгляд удава вспоминаем да 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 наконец то я ему выиграл вот 4-2 он похож знаете на улыбающегося Каа из Маугли понятно так он же добрый вроде да я знаю Каа тоже был добрым до фразы ближе ближе бандерлоги так сейчас Эмми надо сцепиться этими шашками да ну она думает может третье поле взять нет 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 правильно сейчас его взят анкор правильно делает потому что сейчас то ей дальше уже рисковать то куда пол партии пол матча позади и преимущество достаточно большое сейчас надо будет пробивать шашку а не чем к сожалению не чем да не чем пробить анкор пока рано рушить шесть да ну что поскольку нет ничего лучшего видимо надо бить раз у нас нет да чтобы не может то что появляются плохие броски у Сергея если он не заряется например зарядился но не пробил ответ ну мы знаем что Сергей возьмет вот этот пункт и да спокойно сыграет сейф так один оба ко мне закрыли быстро да ну позиция примерно выровнялся у обоих продвинутые анкоры Сергей в пятом пункте у Эммы в четвертом пункте ну немножко плотнее значит у Эммы стоят шашки в шестом седьмом и восьмом поле поэтому позиция примерно равная а что у нас по скорости тоже примерно одинаково 4 5 но наверное сейф надо играть взять разгрузить седьмой пункт или взять третий вот можно еще взять взять третий поскольку один блот есть как бы пошли Григорий ой это рановато это рано Эмма рано разгружать мы можем под атаку попасть обычно разгружает анкор уже в последний момент потому что если мы я не понял честно а нормально еще лучше еще лучше еще лучше чтоб свет не гасили да 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 такой странный ход но в общем красным тем не менее поскольку позиция была равная и ну будет очевидно пробивать ну конечно две сразу две пробьет скорее всего пробьет несмотря на то что там две голые будут ну и вот поскольку есть продвинутый анкор не страшно тем более Эмма не попала тем более Эмма не попала не попала теперь четверки тройки закрывает шашки это удвоит ну да естественно здесь и поскольку две шашки на баре сейчас возьмется четвертый пункт очень опасно брать наверное надо сдаться ну под марсом стоим короче говоря очень много марсов опять надо сдать эту партию и начать новую нельзя нельзя уходить анкору то что я говорил разрушать анкор на такой стадии партии нельзя потому что это наша гарантия о том что мы можем будем до конца играть до конца сопротивляться а вот как сейчас произошло разрушили анкор да правильный пас но предыдущая на предыдущем ходу ошибка почему-то странно что вот Эмма так один неловкий бросок казалось бы ну что такого 4 5 надо было пойти зачем выходить было из чужого дома можно было поставить шашку здесь ну знаете как говорят специалисты да что разница между скажем женским баскетболом и мужским баскетболом да женским баскетболом женским баскетболом мужским баскетболом да в чем же вот в том что играют женщины понятно и вся разница да смотрите сейчас за Эмму болеем она протоковала две шашки давай Эмма вперед есть кубик так это под атаку нет такой кубик Сергей не берет слишком опасно проиграть Марс Эмма была в атаке так они интересную тактику выбрали кубик сразу со второго хода возьму не возьму а давай не возьму так пока счет немножко выровнялся 4-1 ну так Сергей делает наверняка лучше ход по мнению компьютера на данный момент ну я знаете что думаю что компьютер же тоже совершенствуется то что сейчас компьютер считает лучшим ходом возможно через какое-то время станет не лучшим я бы так на сто процентов не доверял что в это прям вот сильнейший ход то есть в телевизоре кто-то все-таки сидит в смысле кто-то кто в телевизоре сидит ну это как в этих мультиках помните да а понятно понятно 4-3 ну вот в каждой партии у Сергея продвинутый откор в чужом доме вот он играет всегда практически без шансов проиграть марс как только м-2-2 кинул помните предыдущая партия да 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 все сразу завершилось вот надо ими сразу застраивать эти поля 5-4 чтобы было так надо продвигаться 4-3 отличный бросок выровняли позицию ну тут тоже все понятно подставляться не будет Сергей спокойно сыграет 6-го поля двоечку пойдет а где единицу не знаю ну наверное ей же 6-4-4-3 ух ты смотрите какой интересный интересный ход наверняка я уверен что Сергей эти позиции знает для меня неожиданный ход вот так добровольно разрушать разрушать свой дом но зато он видимо застраивается быстро эти шашки очень быстро сцепляются я не знаю не захотел не захотел перегружать третий пункт кубика еще нет очевидно пёска и дома и дома и дома 4 впереди уже сказал Сергей то есть он позиция настолько симметричная что легко определить значит было что там было 3-3 да 6-2 не надо сейчас тринадцатый пункт разгружать у нас есть чем заниматься в своем доме я думаю надо достраивать дом а те шашки пусть стоят сторожами не надо пусть ждут свою очередь да да ждут они сторожат эту всю всю часть доски они вот перекрывают ему хочет разрушить а тринадцатый пункт даст какие-то удары там там 8-8 очков это удар а смысл у нас же есть чем заниматься здесь в доме да 6-2 в четвертое поле положить шашка мы же не сзади особенно то есть сейчас желтые не побегут со страшной силой так тем не менее вот этот ход вызывает какие-то проблемы Сергей был впереди на 4 очка он что-то кинул такое полезное ну не настолько ну не кажется нормальный ход абсолютно 4-3 4-3 ну видимо десятый пункт надо разгружать то о чем мы говорили о том что анкор раньше времени рушить а какой еще разрушает 10 седьмой не восьмой там да лишь по любому там стоит на пятом поле зеленые тут тоже очевидно очевидный ход с 13 до из 13 ходим 10 пункт делаем блок на пятна на пятерке да это понятно после этого позиция 5 более-менее выравнилась она была с преимуществом у Сергея сейчас она очень близко к равной 50 на 50 где-то так так никто пока ничего не делает сейчас бы Эмми бросить два два крупных 6-5 6-4 чтобы выскочить теми шашками чтобы здесь не разгрушали ну заказывали вот пожалуйте бриться да отлично отличный бросок если сейчас Сергей не попадает ну броски есть 4-6 4-5 6-3 вот эти 5-5 5-5 не идет а там не идет да пардон 5-5 не идет да-да-да-да извините теперь сейчас Эмми надо будет перечитать очки чем она сейчас занимается и посмотреть я думаю что она не впереди поэтому кубика нет продвинутый анкор в пятом поле если ты не впереди дабл нету а Эмми сзади на 3 очка значит пока пока просто бросаем хотя по матчу отстает но это не влияет мы уже играем манигейм просто Эмми напряженно считает напряженно считает очки можно крикнуть подсказать Эмми у тебя 102 это она только в повторе услышит да ты на 3 сзади что-то мне подсказывает что сейчас выскочит как черт из табакерки у Сергея шашки то есть 6-6-4-4 ну да что-то в этом роде опять ему пересчитывает но опять рано мы же ничего особенно не бросили мы кинули 4-2 Сергей кинул 1-1 кажется так было ну да вот 1-1 ну и теперь ох кубик резкий сразу на 32 ну резкий кубик но он потому что мы сзади на 1 очку вот 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 да он же Сергей правильно сказал я на 1 очку кто впереди да ну ладно взяли первый пункт понятно так я бы тоже первый пункт занять чтобы эти шашки были но сейчас хорошо можно зайти да вот так гибко шашки встают гибко криво 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 четверка кривая 6-3 теперь вопрос бежать ли вот это вопрос интересный потому что пока блог в чужом доме а свой дома ведь рушить не хочется я бы наверное рванул потому что мы теряем очки и в надежде что не будет складного броска если даже будет складный то да дом то свой построен застроен закрыт напрочь наглухо да и его ломать вот сейчас ну как бы не хочется да рванул молодец но эми что-то четверкой кинуть например 24 22 отлично пробиваем и прячем да 1 2 3 еще одну двоечку так все назад что такое да нет по-моему идеально идеально что такое это неправильно зачем так 1 2 3 это правильно так мы что-то кидали 5 5 кинул 4 6 ну извините 3 2 3 2 не попали как-то так 3 1 отлично да только 4 6 2 1 тоже не из этой категории не тот калинкор так так я думаю что надо давать шанс ну неправильно сейчас эти шашки туда за голову закидывать какие-то шансы надо давать 3 1 3 1 не может сергей зарядиться 6 3 пока есть сейф все гладенько одно поле не так просто зарядиться 2 1 зашли двумя шашками плохих плохих нет пока ну это партия уже практически надо сейф играть безусловно мне кажется 6 2 5 3 ну не надо я вам зачем риск риск не нужен марс выиграть нет шансов а проиграть можно поэтому лучше 5 3 сыграть спокойненько чтобы у нас что-то остался ну женский гандбол женский очень нет все правильно это правильный гандбол правильно сыграл да вот наконец зарядился сергей отлично а что такое почему а что такое я не понял а то же самое не не а что такое 6 5 да да не выключи ну ничего да ну какие-то ничего молодцы нет сергей может быть я напрасно что в нем спортсмена больше чем за интервеном в нем тоже немало 3 1 так пока стоим ждем ждем свои шансы с единицей его нету ну теперь побежали да ну счет ну теория еще жива конечно но шансов мало особенно после 3 3 5 7 да ну что так выравнивается обострение такое но им ими повезло сейчас конечно ну не надо повезло но она объявила она сыграла просто потрясающая она просто особенно 2 2 мне понравилось 2 2 было хорошим хорошим броском безусловно решающим ну и нигде не напортачил молодец кубик рановато кубика не было но агрессивно это а это мне нравится так 6 4 причем пользу а эмма выиграла выбрасывание 6 4 агрессивное начало тоже мне нравится тем более Сергей не попадает по шашке как говорит мой дядя которого я очень люблю цитировать да знаешь где была твоя ошибка в этой партии я говорю ну где где когда ты сел ее играть со мной ну это шутку шутку можно конечно продвинуть несколько раз но сколько вот вопрос на сколько ее хватит так смотрите эмма в атаке так общую единицу она и сыграла стоп у нее две шашки зачем она сейчас в пятое поле шашку непонятно можно было сразу удвоение седьмую класть ну да не знаю джентльмен не знаю джентльмен или спортсмен что сейчас ну да молодец Сергей Сергей молодец мужественный тейк взяли третий пункт теперь у Сергея проблема проблема зарядиться ну в три поля 75 процентов есть есть даже с пробитием да ну тут даже сомневаться не приходится теперь оборона оборона начинает потихоньку выстраиваться это хороший взяли седьмой пункт да быстрый ход очевидно Сергей придется брать тоже седьмой пункт где троечка наверное тройку здесь да все таки надо продвигаться 24 шашка в двадцать четвертом поле вообще ничего не делает четыре четыре это понятно ну и до конца вышли из двадцать четвертого поля да те шашки тоже надо как-то спасать интересная будет партия нам да вот интересно Сергей над четвертый пункт занимать в чужом доме думаю что есть смысл да есть смысл я бы тоже занял четвертый пункт за анкорик да он хотя в втором поле есть анкор но он слишком слабый 3-1 понятно что надо прятать шашку да очевидно смотрите какой умный отрыв по шагам сто шестьдесят пять двадцать шесть пятьдесят восемь сто двадцать девять ну понятно три шашки в чужом ну пять четыре опять до конца допустить ошибки невозможно все другие ходы будут будут грубые ошибки так вот сейчас не дает спуску Сергей да Сергей не мажет пока ну пока ой 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 вот это неприятно не зарядились сейчас может Сергей взять еще один пункт он берет сразу два берет берет сразу два а это уже достаточно серьезно так ему не заряжается да вот что значит хорошо удачный ход да 3-3 какой какой 3-3 пришел славный ну тут по-моему очевидно надо брать седьмой пункт мы делаем прайм из пяти теперь единица просто застревает там шашка не может не сможет вернуться да долго думал над этим ну ход очевидный по-моему да вот это самое 1,6 что где шестерка шестерка пока есть так думаем над кубиком думаю рановато почему-то такое ощущение что все-таки вот эта шашка дальняя думаю что еще пока рано объявлять 4 ну а двойку надо выдвигать да класть шашку к сожалению 6-2 ну к сожалению ну шестерка то одна вопрос где двойка мне кажется ей же двойку пойти ей же ей же да в пятое поле да эмма рассматривает еще какие-то варианты первый пункт там что-то ну мне кажется нет смысла сейчас забрасывать шашки за голову никакого смысла нет наша задача кинуть единицу а эти шашки как-то встречать когда они будут выскакивать по одной там ведь запас сверху кончается о неправильно эмма это не та идея не та идея ваше телепатической связи я не пойму не знаю нет после каждой подсказки она делает обратно обратно ну смотрите эмма сегодня гораздо меньше двигает шашки на самом деле так а что у нее со временем у нее там ничего с часами она следит за часами да смотрим а две минуты еще еще времени на вал Сергей вообще не расходует времени у нее 3 минуты в этой партии не это неправильная идея мне кажется не то все теперь у Сергея есть все шансы задуматься над над кубиком потому что ну пятерки пятерки он не очень пятерки не очень 3-1 ну в 5 поле кладем другого нету 6-4 берем третий пункт да ничего не поделаешь раз мы его оголили теперь мы уберем почему-то Сергей не удваивает предпочитает 6-4 хороший предпочитает можно еще в первом пункте пробить но нам сейчас не до этого зачем нам вытеснять шашку из первого поля с которого она не может выйти поэтому правильный ход именно в 6-4 прорваться 6-1 смотрите это это Джокер Джокер теперь без тройки ему возвращает эту партию ну тройку ну не так просто все у Ерохина сегодня а 6-3 бьет еще и в тринадцатом поле теперь у него богатейший выбор то что да ну в общем довольно забавно там где-то наверное кубик пропустил Сергей вот ну небольшая ошибка я думаю если даже пропустил кубик вот и эта партия была бы очень острая если вы представляете он бы по 4 объявил бы после этого ему кидает 6-1 после этого Сергея надо в тройку попасть а кубик то уже там где-то ну просто надо посчитать число ответных ударов вот значит вот смотрим вот Сергей видимо все посчитал нашелся да неудачно ну теперь уже ту гуд теперь уже ту гуд теперь уже нет смысла объявлять потому что мы сейчас цепанем еще одну шашку у М и 3 шашки останется на борту и теперь только 2-2 можно пожелать их нету Сергей уже играет на марс берем второй пункт доме а это ну это не последняя партия да нет партия не последняя но еще будет шанс еще разрыв будет такой сейчас что вряд ли и хватит времени на последнюю партию отыграть чтобы отыграться опять замечательный пиар у Сергея смотрю 2-1-1-7 так так 1-1 атака продолжается идет добивание зеленых шашек надо срочно кидать 2-2 так вот это интересно тут эта шашка не вышла да а там мы немножко сожжем сожжем наших билдеров какие-то шансы появляются следующее 3-3 уже будет неловкий да и этот не особо ну да ну сейчас можно передвинуться из пятого там скажем во второе поле легко так 3-3 надо рассмотреть раз два ну да чтобы не сжигать как можно надо постараться сжечь как можно меньше шашек поэтому наверное наверное с 5-2 можно передвинуться правда тогда 5-5 волшебный появляется так Сергей так и сделал передвинул во второе поле шашки 5-5 волшебный да нету волшебство не сработало 5-1 так смотрите продолжает шашка не может выйти она выходит только через 4-6 ему не заряжается ну вот выскочил по-прежнему 5-5 годится 5-5 не просто годится не заряжается да все идет по направлению к марсу в этой партии нет вот одну шашку зарядили слава богу 6-1 нет чудес не бывает так вот наконец наконец ну как же поздно так раз два три четыре все правильно так ну сколько бросков раз два три четыре пять бросков эми чтобы выскочить и у нас у нас там 11 6 бросков ну а у него больше шансов уйти от марса чем у Сергея сделать его ну Сергей еще дупли не кидал еще не кидал то есть он впереди да да ну да сейчас посмотрим там два дупля уже надо скорее всего да нет уже все ну если только не 2-1 да ушла от марса еще становится девять 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 пять да тот же тот же просвет в четыре в четыре очка в четыре очка в четыре очка Сергей пропустил кубик но потом уже было слишком хорошо да ну у нас я так полагаю еще на пару партий времени ну может быть даже на одну вот этот ход мне нравится ему кладет шашку в пятое поле и Сергей не пробивает ее и после этого сразу можно получить преимущество если мы кладем шашку в пятое поле прикрываем что мы сейчас делаем три-четыре четверка отличный ход закрыли пятое поле надавили агрессивные надавили на восьмое Сергей будет бить две так будет по-прежнему атаковать потому что а получается складно атаковать потому что это две шашки развесится поэтому сыграем двадцать три и восемь ну и расплетовать здесь конечно ну да 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 двадцать три точно не восемь а один пошли то есть закрепились там шашка была под боем 4-1 ну в восьмое поле шашку кладем да ну да нет смысла подставляться да нет смысла подставляться полиция примерно равная по-прежнему остается конечно у зеленых чуть-чуть получше потому что у них нет сожженных шашек а у желтых вот то что у них какой-то шум идет у желтых то что в первом поле шашки находится это минус их позиции потому что ну да по-моему очевидный ход эмо на всякий случай проверила нельзя при третий пункт нет ну без анкоры в пятом поле тяжело так четверка поскольку мы подставляемся ходом из тринадцатого поля надо наверное положить шашку в четвертое поле и где-то здесь продвинуться скажем в четвертое в чужом пойти и в четвертое в своем так я ему задумался а что на самом деле много бьет молодец эмо проигрывает в матче конечно такой кубик сдаться невозможно не вижу что выпал но ходит ему быстро значит что-то складненькое у него попало смотрите судя по количеству может быть даже движение да может быть даже дупль может быть и дупль да но мы не видим что там за бросок 4-4 что-ли не видно не вижу общий план ну что болеем за эмо чтобы она в этой партии выиграла 4 очка еще сравнялся поскольку эта партия скорее всего будет последней там времени немножко осталось всего хотелось бы конечно увидеть за реки как-то я не очень а вот спасибо наконец-то спасибо да так 6-4 а мы же бьем шашку из из 5 чужого поля если 6-4 мы можем пробить я не понял почему ему не бьет шашка или она вот может не видит не видит да она обожглась может быть в предыдущей партии помните она рано загрузила анкор может быть она помнит мы сейчас должны заметить что мы бьем шашку у нас кубик объявлен эмо зачем так ошибка грубая ошибка ой не повезло Сергей не повезло ну пятерка понятно четверку что делать ну там убирать с пятого поля не не рано рано вот это правильно мне больше нравится еще рано разгружать анкор возможно какие-то ответные удары сейчас надо взять седьмой пункт взяли быстро ему пошло наверное правильно 3-6 тоже хороший бросок потому что выскакивает Сергей надо бежать до конца это наша одна проблема это в этой отдаленной шашке другого же ничего нет ну Сергей что-то думает интересно а потому что там вариант седьмое седьмое поле закрыли а седьмое не ну как вот так и же просто так не закроешь там оставишь оставишь что-то оставишь да не попала она к сожалению для нее по этой шашке ну поскольку не выходить нельзя не сдавать центра поля приходится здесь шашки ну клади в первое да нет зачем ты сжигаешь шестерки неправильно 5-2 вот практически форсированный потому что те шашки не идут да вот смотрите кубик объявлен объявлен эммой но сейчас у нее нет преимущества потому что эта проблема с теми шашками она даже по скорости впереди на самом деле чуть-чуть но из-за того что эти две шашки отстали застряли вот теперь они только складным дуплем выскочит то есть преимущество на самом деле у Сергея ну надо дом застраивать первый пункт например взять да 6-4 время на флажке да время кончается о извинял 6-4 да последняя партия то о чем я говорил что я могла выиграть Марс но скорее всего тут понятно что Марс уже не выиграть а то вот вопросы к победе в этой партии потому что сейчас преимущество на самом деле уже у желтых по скорости примерно равное а проблема с тем что те шашки отдаленные скоро имя придется сжигать какие-то какие-то броски как бы пошли 6-4 красотик Григорий 6-4 можно положить так косты Сергея да вот я про него спрашиваю как бы как бы 6-4 пошли я-то за эму больше вот смотрел а вы принципиально не буду думать за Сергея на чем я за него думать он гроссмейстер а вот дупилек кинули дупилек но не тот не тот дупилек нельзя шестерку сжигать ему нельзя шестерку сжигать она сжигает тебе на любая шестерка же подставится 5-3 тоже не супер но поскольку эти шашки в десятом восьмом поле не разгружаются придется видимо 13-е поле разгружать да 13-е поле ну вот куда бежать некуда бежать 5-1 не идут к сожалению 6-6 да да слишком сладко да после этого после этого и надо будет сдаваться а нет 4-4 немножко обостряет так нет нет она не гьет шестое поле вот сюда да раз два три точно и бежать ну наверное я не знаю она же теперь отстает наверное по скорости надо посчитать скорость если она отстает то надо бежать да потому что есть на проходе удары наверное больше шансов в этой позиции выиграть по скорости чем отловить какой-то неудачный бросок а неудачный бросок ну какой здесь 6-1 только 6-1 да и то 6-1 будет Сергей бить тогда шашку скорее всего в пятом поле поэтому надо бежать надо бежать вот то сейчас шашки лежат это самый правильный ход одна четверка другая пошла 3 четверки шашки ну да и рассчитывать на то та которая сзади кричит беги я тебя прикрою так в фильмах про войну в детстве я помню у нас были или про любовь или про войну если про любовь мы не ходили или вас не пускали или не пускали детям до 16 не надо однажды я пошел на фильм два бойца а попал на брак по итальянски мне понравилось шикарно лет 11 было наверное был такой датский фильм назывался бей первым фредди есть такой ой эмо ну зачем комедия была такая смешная была да детям до 16 я ее в сухоми смотрел раз 10 наверное а мы переехали в москву я смотрю идет бей первым фредди меня не пустили я говорю да вы чё я это 10 раз смотрел этот ваш бей первым фредди где ты мог его смотреть мальчик да иди отсюда в москве были жесткие правила были подушка пердушка там была какая-то я помню даже я помню смешно было так пересчитали очки ну и что о смотрите неловко неловко вот я сказал появились шансы надо только ой ну что это не складненько это два раз два два точно но два заносить уже это понятно да два два сергей первый будет бросать выбрасывать так четыре два два четыре все хороший хороший дупль четыре два так ну надо не пропустить кубик сергея на самом деле ну думаю что мне кажется рановато вот эти шашки перегруз перегруз шестом шестом поле шашек и если он пятерку потом пятерки придется переигрывать такое ощущение что нет кубика еще не удержусь посмотрю точно не удваивать взять не удваивать да напоследок не выдержал что называется сорвался ну нервный к черту да да нервный сергей проверяет интересно но он это тоже техническая техническая часть партия интересно насколько насколько значит техника на высоте у сергея я как раз очень высокого мнения о технической о технической стороне его игры возможно где-то напора не хватает такого а насчет техники все нормально 5-1 вот пятерка вот освободилась теперь отлично это шашка восьмая ушла но сейчас тем более нет кубика пятерки переигрываются пятерки переигрываются да немножко выравнивается шашка если эмма сейчас будет бросать вот так как она сейчас отлично отличный бросок отлично так ну четверка ну шестого поля не надо сейчас укреплять первый пункт да именно так первый пункт у нас достаточно крепкий еще раз еще одна пятерка и вот теперь эмма если кинет без четверки она будет на расстоянии одного ой 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 вот на расстоянии одного дупля и это и это был конечно бросок мощный еще раз вот вот а теперь девять теперь с большим преимуществом после двух двух пять пять и теперь просто надо надо уже два 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 дупля надо Сергею чтобы выровнять положение да вот пожалуйста одна дырка что называется молодец Сергей не стал не стал удваивать победил в матче ну и немножко не везло ему в этом матче на самом деле вот в последней партии ему не везло да ну вначале он не мог зарядиться там в одной из первых партий я помню потом все нормально в смысле удачи я не думаю что преимущество будет большой ну вот видите два ноль опять не сыграл а и даже мое предположение что два ноль взятые в одной в одной партии да я уж пытался так разнообразить ну что некую теоретическую подоплеку давайте назовем это проклятием счета два ноль больше больше зеленых и будем отслеживать кто снимет это придется да помните как в советские времена в футбольных чемпионатах были приз за волю к победе да значит вместе с командой что там еще было лучшему вратарю лучшему бомбардиру ну в общем все что можно было быть нам надо вот в нардах тоже что-то такое а давайте да ну за волю к победе да например кто больше всего проиграл а потом все таки выжил мастер да 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 вот что-то что-то такое нужно будет надо будет северо обсудить эту тему да это интересно что там голый пиар да 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 придумали тоже мне надо именно вот такие вот за волю к победе потом лучшему защитнику да лучшую разность да да лучшему нападающему да кто самую крупную партию выиграет тоже же важно ну конечно конечно поэтому тут надо оживлять простор для творчества есть да не компьютеру доверяться железяки да нужны такие живые живые призы живые примеры нужны ну ладно давайте значит переходим к интервью к послематчевому значит я вам хочу сказать дорогие мои что вот только что поступила информация что по проведенному нашей редакцией всероссийскому опросу Эмми Афсипян присужден сегодня приз зрительских симпатий да это вот стало мне только мне только что вот сказали в уши что вот сегодня даже при счете 7-9 приз зрительских симпатий ушел игроков зеленых я польщина скажи пожалуйста нервничала сегодня или такое ощущение что сегодня было абсолютно спокойно нет нормально сегодня было здравствуйте ну как бы гораздо лучше чем в прошлый раз ну нормально в прошлый раз она выиграла а вот этот раз было лучше ну было поспокойнее так скажем да скажи как ты думаешь на чьей стороне удача была в этом матче на моей я не знаю мне показалось мне показалось что был очень ровный матч по удаче к Сергею кстати тоже интересно он думает и везло ему в этом матче или не везло знаете как а мы сейчас узнаем да слушайте неплохо неплохо да тут хорошее ну вот как раз вот на 68 очков я должен был выиграть чуть-чуть не повезло да да в общем удача была очень 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 равная вообще да 2 и 4 Сергей не рекорд это для вас по пиару нет возможно в сезоне нет по моему в прошлом году был 1 и 8 вроде было а даже такой был а да кстати да так что это еще такой средний посредственный результат ну можно и лучше секундочку средний или посредственный дайте акценты расставлять все таки Сергей такой еще вопросик вот интересно техническая часть меня вызывает восторг вашей игры словно особенно меня поразил ход когда вы развесили шашки помните такой был бросок по-моему я бы пошел 2 1 6 в третье поле а вы развесили шашки в пятом а вот тут вот да 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 это пройденный материал уже да как бы да это моё моё ноу-хау учитесь да в общем компьютер компьютер именно такой ход и выбрал на самом ну вот с кем поведешься оттого наберешься да 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 меня это поразило мне вы думали в голове какой смысл я как бы не вижу в этом смысле ну а мы никого ловить не собираемся а для гибкости хорошо красиво главное красиво сегодня у нас все красиво здесь да 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 совершенно однозначно Матч был такой Со своими плюсами Есть большой плюс в матче При зрительской симпатии Это мы уже знаем На самом деле я хочу сказать Вам большое спасибо За игру Эммочке не расстраиваться Сергею И мне тоже не расстраиваться Что так повел себя В матче против Эмма Как вы могли Сергей Безобразие Хорошо мы вас прощаем Я думаю что и все зрители вас простят На этом давайте подводить итоги Завершаем сегодняшний игровой день Стартовый день Второго тура Который на мой взгляд Даже в эстетическом плане Принес нам немало положительных Эмоций 28 декабря 28 декабря Леонид Рискин, Василий Чемахоненко Эмма Овсипиан И Сергей Оленин Но тут что не игра То на мой взгляд Очень серьезно Ну и 4 января Дорогие друзья Роберт Садгян Против Сергея Петухова И Константин Пучков Против Руслана Мелешко Вы сегодня Первый раз посмотрели Игру Руслана Мелешко У вас есть возможность Главное время для анализа есть Да-да Слава Богу Он сыграл наконец Первый матч Вот из первого тура Он в декабре не мог Сейчас молодец Есть возможность Посмотреть на его игру Была возможность Спасибо вам Дорогие друзья Что с пользой Провели это время Вместе с нами С Константином Пучковым И Григорием Твалтвадзе Что лишний раз Окунулись в мир Коротких нарт Один из самых прекрасных Миров на Земле Всего вам доброго До будущих побед Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова